Народная славянская радио Всем здравия! С вами Народная славянская радио Алексей Орлов И сегодня у нас на одном из современных календарей 1 ноября 2016 года Вторник по одному из старинных Первый день месяца новых дорог 7525 лета осемится Осенние болезни не для нас Такова тема сегодняшнего нашего живого эфира Автор с ведущей Хорошо вам всем известный Захар Белинский-Арират Здравия тебе! Здравия, народ! Итак, хорошая у нас сегодня тема На мой взгляд, очень актуальная Потому что сам немножечко Присипил Но я расскажу, почему я так вот это Немножечко подсипливаю Есть на то причина Я думаю, что будет как раз В такие моменты, когда переход От осени к зиме От зиме к осени Непонятно, то ли туда, то ли сюда Это будет актуально для многих из нас Итак, пожалуйста, сразу предоставляю тебе микрофон Начинай заявленную тему Ну, а я, как говорится, буду кнопочки нажимать Вовремя, чтобы у нас музыка звучала Или составочки Ну, естественно, буду озвучивать те вопросы Которые из чата Народного славянского радио Василий Васильевич к нам сбрасывает Чтобы мы их задавали Пожалуйста Алексей, благодарю за предоставленное слово А может быть, начнем с тебя Ты расскажешь, чем захворял Что с тобой приключилось И вот, и начнем разбирать твою ситуацию Как, да, что Ух ты какой! Ну, ладно Значит, был я тут на очень интересной Как это называется-то Вручении призов В пятницу, 28-го числа Там много было литераторов Всякие раздавали статуэтки Золотые медальки Ну, очень красиво Со всех сторон мира Там были люди Из Америки Из Германии Из Франции Из Италии Из России Из Болгарии Ну, и так далее Там даже из Сирии были люди Вот Но сидели в первых рядах Там даже Я несколько слов сказал Вот Мне там что-то подарили Очень я рад тому Что встретился с интересными людьми Вот И так далее А потом приехали Я думаю Ну, много народа Там мало ли Там такая ситуация Надо что-то в нос себе капать И вспомнил рецепт Когда берет чеснок Берется мед И в воде разводится Думаю Вот заодно и проверю Как это все делать Ну, типа профилактики устрою Значит, намял чеснок Он настоялся Ну, взял там по три капельки Вот Как закапывался у нас Как мне там все зажгло Вот И, видимо, чеснок Мне там поджег На одной ноздре Слизистую оболочку А мед, видимо, повлиял Как Как называется-то Аллерген Вот И мне там все начало Разбухать Потом, видимо, бактерии Которые вокруг меня присутствовали И там Мимо не прошли Они там почувствовали Что сокровица стала выделяться Ну, и активно туда залезли А поскольку никакой химией Я не пользуюсь Вот То осталось это дело На полоскание На промывание Там солевой раствор Содовый раствор И так далее Ну, естественно Что не в таком состоянии Что там в лёжку Но вот Вот это вот ощущение В горле Было А сегодня я тоже решил Ну, всё, уже, значит С мёдом нельзя Я развёл чеснок Просто в тёплой воде В такой большой-большой концентрации Прополоскал горло Но самое-то интересное Что всё равно На меня чеснок действует Таким образом Он разъедает просто У меня слизистую То есть, реально Вот я провожу эксперименты Прежде чем кому-то Что-то рекомендовать Что-то кому-то советовать Вот такая со мной ситуация То есть, такое Неприятное состояние Нельзя сказать, что болезненное Нельзя сказать, что прям Я там температура Температуры никакой нет Но вот это вот ощущение Немножко подожжённое Слизистое Оно присутствует Вот как-то так Переэкспериментировал Понятно И сразу можно Поговорить о такой Интересной теме Как нос Да, вот насправь Что там происходит Так с этого всё и начинается Конечно, давай с этого и начнём Да, так вот Удивительно Но есть даже целых Два вида Можно сказать Массажа носа Представляешь Нос можно массировать Двумя разными способами Я знаю только внутренне Когда засовываешь Толстый палец И крутишь там Да, и потом Ноздри, как у папуаса Такие большие Это тоже, наверное Один видом массажа Но можно делать что? Во-первых Опять же Используя Чеснок Злополучный В данной передаче Ух ты Нет, хватит Хватит с меня Чеснока Хватит Ну, смотри Ну, смотри Нужно что делать Нужно, во-первых В нос его-то не засовывать Чеснок А мазать снаружи Крылья носа Во-первых Его берёшь Чеснок Толчёшь Делаешь Из него Такую толчёнку И затем Вот Эту Такую жидкость Которая там выделяется Слегка Намазываешь На наружную сторону Крылья в носа На наружную сторону Крылья в носа И немножечко Снизу Основание Ноздрей Но не послизистая По коже И берём Крылья носа Большими пальцами И вот так вот Именно их массируем Как бы втирая Вот эту вот Чесночную штуковину Чесночную Эксессенцию Сюда у себя Вот В ноздре И таким образом Мы воздействуем На На Назмор Вот Потом очень полезно Чеснок Вдыхать По аналогии Вот с нюхательным табаком Мы его тоже толчём Чеснок Кладём его себе Немножко на Как бы ладонь Тильную сторону ладони И Просто Интенсивно вдыхаем И вот такие вот Вдыхаемые порывы чеснока Они позволяют Вот Убить там бактерии Которые уничтожат Находятся у нас в носу И позволяют тоже Облегчать состояние При насморке Вот Это один из видов Такого Воздействия массажного Можно сказать Видишь Тут чеснок внутрь Не засовывает Не используется Только снаружи Можно Уже проще Вот здесь есть Такой даже рецепт Если что мы С насморка начали Тоже на себе пробовал Вот Виктор поделился Ну Я знал Что там Бабутейка Дыхание И так далее Но он здесь Прям такой Радикальный Говорит Попробуйте Просто Не дышать И вот Даже когда Очень-очень Хочется вдохнуть Попробуйте Не дышать Вот Если нос заложен Вот И так вот Несколько раз Сделайте Я как Просто не дышишь Это понятно Можем дышать В пакет Кстати Когда Кислорода Уменьшается Количество Всяких там Газов Уже Других там ЦО И прочих Там добавляется Да И пробивает Вот А здесь прям Не дышать И хочется Хочется дыхать Ну вот Я начинаю себе Попробовал Как-то Ноздрю заложил Думаю Дай-ка Как раз После чеснока Дай-ка Думаю Попробую Вот Выдохнул Ну подышал Выдохнул И держусь И вот до такой степени Держался Что прям Началось Сильно-сильно Такое Ну Желание Вдохнуть Понятно Даже Солнечное сплетение Неприятное Такое ощущение Что вот Сейчас что-то там Произойдет Да И вот только после этого Когда уже Держался Так Очередной раз Выдохнул остатки Потому что все равно Там что-то скапливается Ну принцип такой Йоговское дыхание Кто знает Вот А потом Вдыхаешь Опять Выдохнул Задержал дыхание Опять Держишь 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 Там в голове Шум появляется Неприятные ощущения В животе И только после этого Опять выдыхаешь Окончательно И вдыхаешь И на самом деле Вот там Два-три раза так сделал И нос пробивается Вот мне это помогает То есть Индивидуально Вот непереносимый чеснока И меда В данном случае На мне отрицательно Сработали И я об этом Предупреждаю всех Что если вы будете делать То учитывайте Что чеснок Он все-таки обжигает Здесь уточнение А не китайский ли чеснок Ну в том случае Наверное был все-таки Китайский А здесь я уже дома Пробовал свой Который на своей грядочке Вырос Ну вот Скажу вам Что разница Ну все равно сжигает Что китайский Что не китайский Мед может быть Там был тоже китайский Но здесь мед мы берем У своих людей У проверенных Там ничего Без гадости Вот так что Вот еще третий способ Это не дышать Чтобы пробило нос Тоже действует Я в свою очередь Могу добавить еще Можем сказать Способ три плюсы Ну или четвертый Сейчас модно называть Там военную технику Поколение Три плюс Четыре плюс Так вот Четвертый способ Пробить нос Это Ватной палочкой В нос туда вводить Поглубже И шерудить Вызывать чихание И вот вызывая чихание Мы тоже пробиваем нос Искусственно вызывать чихание При помощи Вот здесь Ватных палочек Тоже такой способ А вообще Когда пациенты Обращаются С насморком Скажем так С насморкоподобными Ситуациями Но в моем случае Это обычно бывают Какие-то синуситы Вот Гаймориты Ну Последний случай был Это Двусторонний синусит Такая тяжелейшая Форма Этого синусита Когда предлагали Уже пробивать Выкачивать И так далее И вот здесь Помогло буквально Две процедуры После первой Было гораздо легче После вторая В принципе окончательно Там на 95% Все убрала Что делали Ну а штор Перекиси водорода В нос Просто поставили Капельницу назальную И с первого раза Выходило очень много соплей Со второго там Раза остатки И все Человек задышал После Такого Огромнейшего Синусита Который в больнице Неделю лечили Лечили Хотели пробивать голову Так что Можно точно так же Тот же самый Перекиси водорода Разведенный по стандартной схеме Там чайную ложку На стакан водички Ее просто Брать пипеточкой И закапывать Взрослым Детям там Концентрация иная Там порядка 7-8 капель На пол-литра И вот детям Я имею ввиду Малышам Где-то там Год-два До трех лет Ну а там После трех лет Уже постепенно Концентрацию увеличивает И вот Такие капельки Закапывания Или назальные капельницы В нос Они прекрасно помогают Справиться В принципе Любыми видами насморка Есть Так же способы Когда Делают вливание Таких вот Растворов промывающих Или соляного Или содового Или там На основе перекиси В одну ноздрю Человек садится Голову немножко Поворачивает на бок И вот такой вот Скажем так Кисловодской кружечкой Такой кружечкой С носиком В одну ноздрю вливают В верхнюю ноздрю И оно По каналам протекает И вытекает Из другой ноздри Уже пробивая Все эти вот Носовые ходы Вот Можно таким образом Поступить А еще Еще есть принцип Двух грелок Которые я тоже Применяю Маленькая грелка Наливается Горячей водой Большая грелка Тоже наливается Горячей водой Но лучше делать Тогда когда уже Спать собираетесь За может быть Там полчаса До сна Ну я делаю вообще Когда уже Вообще ложусь Вот Когда уже захвачено Горло Захвачен нос И хотите Чтобы как-то Это все дело Остановить Намазывайте Чем-то разогревающим Шею сзади Намазывайте Шею спереди Вот Ну главное Здесь учесть Что это разогревающее Не должно быть Слишком активнее Чтобы там Не на щитовидку Там как-то Не воздействовать И так далее Ну такое нейтральное Чтобы быть Разогревающее Чтобы просто Подогрев был Ну например Там звездочки Тоже самое К примеру Ну вот Или свой какой-то Раствор делаете Это уже не важно Главное Чтобы разогревало Но не драло Не сжигало кожу Вот Значит Натерли После этого Можно там Под носом Что-то натереть Можно вот это вот Крылья носа Чем-то натереть Это же говоришь Там намассировать Вот После этого Две грелки Берутся Большая кладется Ну если конечно Не отличаются Если одинаковые То тут разница нет Кладется под шею Накрывается Причем наливается Горячая вода Вот насколько Вы можете ее терпеть Накрывается Каким-нибудь Платочком Не шерстяным А хэбэшным Ложитесь на нее То есть Чтобы прямого Контакта с кожей Не было Чтобы не было Ожога Дальше Кладете на Лицо Где у вас Лоб переносится Тоже платок Сверху кладете Вторую грелку И накрываете Чтобы она не остывала Получается С одной стороны Очень серьезное Прогревание Это все Гайморитные Там дела Пазухи Вот С другой стороны Ожога нет И вот так вот Лежите Наслаждайтесь жизнью Если очень жжет В два раза Складывайте тряпочку Ну как взрослые Видите Подбирайте тот вариант Чтобы не жгло Но при этом прогревало И вот так вот Постарайтесь не уснуть Минут так 30 Чтобы оно у вас Так грело Сзади Спереди Вот этот вариант Очень-очень хороший На себе Неоднократно проверял И даже когда Серьезное заболевание То вот он позволяет На самом деле Избавиться От многих проблем Проблем И еще Перед тем Как опять же Ложиться Очень хорошо Промывать теплой Водой Это нос При помощи Вот этой кружечки Которую ты сказал Или при помощи Может быть я просто В ладошки наливаю Всасываю Где раствор соляной Физораствор Вы делаете Ну где-то там Ложка на литр соли И добавлять туда соды Вот Если вы получите горло А я как правило Получу и нос и горло То в этом случае Тогда Погорячее Немножко для горла Для носа Поменьше Чтобы не обжигало Опять же слизистую Вот Промыли все это дело Горло прополоскали Шею натерли И быстренько Легли на грелочке На грелочку И грелочкой второй накрыли Все Наслаждайтесь Еще если вы Накроете сверху Так вот На грелку Прямо одеяло Натянете У вас там получится пространство Но при этом Очень будет тепло От грелок Вы еще и будете Дышать И вот если под носом Или рядом с носом У вас той же самой Звездочкой натертой Или каким-то маслом Или эвкалиптовым Или чайного дерева Или каким-то другим Ну и с натуральным Опять же аккуратно Но там поджигать Поэтому Как-нибудь там Или на тряпочку Если у мужчин То на усы Можно капнуть под носом Вот подышать Этим всем делом Ну как бы Хорошая ситуация Потом опять же Если про чеснок Ты начал говорить Можно немножко Надавить чеснок В тряпочку Вместе с луком Например в тряпочку И пристроить его Где-нибудь в комнате Рядом с кроваткой Справа-слева Например подушечки Или над собой повесить Тоже такие варианты Чтобы вот Пары выделялись Так что вот Вариантов тут много Вот и дышать И прогревать И мазать И еще один Интересный вариант Хочу сказать Вот я анонсировал Два вида массажа До носа Один рассказал Второй очень рассказал Достаточно интересный Тут массируем По трем зонам Первая зона Первая точка Вернее Войсказать Она располагается По средней линии лица По средней линии головы То есть По средней линии головы Разграничивающие На полтора-два сантиметра Ниже Кромки волос Чуть ниже Кромки волос По средней линии Вот это точка Номер один Запомнил Потом Две другие находятся Это опять же Массаж Для улучшения Состояния носа То есть От насморка От прочих Там вещей Вот Затем Две другие точки От крыльев носа По полсантиметра В сторону уха Вбок Прямо Вот здесь Две другие точки Массируем их По очереди И еще Две другие точки Находятся На социевидных Отростках За ушами Вот То есть Вот ухо И за ухом Где-то на уровне Вот Как только мочка уха Начинается Вверх Мочки уха И вот За ухо Сразу И вот там Будут такие вот Отросточки Как бы у нас Это вот социевидные Отросточки Косточки такие Выделяющиеся И вот массируем Вот эти вот точки Получаются Такие три зоны Во лбу На полтора-два Сантиметра Ниже средней линии То есть Ниже волосяного Покрова По средней линии На полсантиметра С каждой стороны Открыли в носа И за ушами Вот на социевидных Отростках Вот эти три точки Массируем Где-то по Две-три минуты Каждую точку Сначала По часовой стрелке Потом против Часовой стрелки И вот таким образом Можно помогать Себе Добавляться От насморка Ну еще Давай С тобой скажем Что Очень часто Болезни Происходит Очень часто Как один из Факторов Болезни Происходит Потому что Что-то Не так В организме Происходит Например Неправильно Кислотно-щелочной Баланс Или Может быть Вы чем-то Ослаблены Перетрудились Ну понятно Если вы Замерзли К примеру Понервничали Опять же Эти моменты Наверное Тоже надо учить То есть питание И какие-то моменты Связанные Перед тем Что перетрудился Человек Например Не спал Какое-то Долгое-долгое Время Плохо Покушал Не хватает У него Просто энергии Вот Или там С кем-то Поссорился Давай тоже Рассмотрим Благодарю тебя За подсказку Очень хорошая тема Действительно Поскольку мы начали Говорить о наспорке То давайте Шагнем от наспорка Значит Нос Внутренняя часть Ноздри Это проекционная Зона желудка Там Происходит Какой механизм Когда у нас Начинает Выделяться Слизь Из носа Это Само по себе Не фактор Заболевания Наспорка Это Симптом Следствие Состояния желудка Это говорит Нам о том Что Наша Иммунная система Начала сражаться С каким-либо Патогеном Который находится В нашем организме С вирусами Костейшими Бактериями И так далее Неважно С каким-либо Патогеном Начала его уничтожать И начала его Посредством Лимфатической системы Выбрасывать Через открытые Лимфатические каналы Желудок И когда Выброс Идет Достаточно Активно И можно Сказать Что желудок Переполван Условно Говоря За его Слизью То Начинается Дренаж Через нос И насморк В нашем Случае Это показатель Того Что Уже идет Активный Выброс Лимфатической системы Уничтоженных Патогенов Поэтому Когда у нас Насморк Начинается Его по сути Не то что его Лечить не нужно А Нужно его Принимать Как данность Как следствие Работы иммунной Системы И Наверняка Отсюда Есть выражение В официальной Медицине Что Сколько Лечи Насморк Если будешь Лечить Пройдет за неделю Не будешь Лечить Пройдет за 7 дней То есть Насморк Это следствие Работы иммунной Системы Но При этом Нужно понимать Что Такие проблемы Возникшие В следствии Насморка Симуситы Как гаймориты Это уже Осложнение Когда Выделяется Такое количество Слизи Она Правильно Достаточно Нормальным Образом Не выходит И откладывается В гайморовых Пазах Там Начинаются Некие процессы А поскольку Выделяются Всякие Грибки Бактерии То когда В виде Слизи В этих Пазах Становится Большое Количество То естественно Там Ничего Хорошего Не происходит И Дальше Можно поговорить Вообще О механизме Почему Мы Иногда Или Зачастую У некоторых Болеем С наступлением Холодных Холодного Времени Года Почему Ухудшается Наше Самочувствие Ну и В дальнейшей Части Программы Подговариваем О том Как Нам С этим Справиться Так вот С точки Зрения Науки Нашей науки О животе Висеральной Терапии К этому Можно Подойти Так Наш иммунитет С точки зрения Живота Он В большей степени Расположен В Жилоте В кишечнике В том числе В области Тонкого кишечника Там находится Огромное количество Лимфатических узлов Там находится Огромное количество Лимфатической жидкости И В том случае Когда Наш кишечник Начинает Ненадлежащим Образом Работать У нас снижается Иммунитет Один момент Когда У нас Ненадлежащим Образом Начинает Работать Желудок Это тоже Вносит Свой фактор Вернее Вся Желудочная Кишечная Система Мы не будем Брать ротовую Полость Пищевод Начнем Рассматривать Ее от Желудка Желудок У нас Перстная Кишка Тонкий Кишечник Толстый Кишечник Это В основном Средоточие Нашего иммунитета То есть То Чего Зависит Сопротивляемость Нашего Организма Я сейчас Не беру Качество Крови Состояние Лимфатической Системы Вот Так Скажем Говоря Отдельно Про желудочный Кишечник Затем Сюда же Нужно Привлечь Мочеполовую Систему Не то что Мочеполовую Выделительную Систему Которая Включает Почки Мочевой Пузырь Кожный Покров Кишечник Почему Потому что При нарушении Выделения Из организма Продуктов Его распада Метаболизма И так далее Происходит Тоже дополнительная Нагрузка На наш организм Который вызывает Сбой Всех процессов Что дальше Приводит к заболеванию Зачем я Отсюда Все это Так далеко Начинаю Во-первых С изменением Теплового режима Окружающей среды Мы также Синхронно С этим Получаем Изменение Режима Светового дня Световой день Становится короче Солнца Мы получаем Меньше Тепла Мы получаем Меньше Наши почки Очень Скажем так Температура Зависимая И те люди У кого Жировая капсула Почек Недостаточно Развита То Их почки Могут Ощутить На себе Охлаждение И соответственно Уже вся система Будет работать Несколько хуже И таким образом При Смене Лета На Скажем так Глубокую осень Предзимье Мы получаем Ухудшение Работы Желудочно-кишечного Тракта Мы можем Получить Ухудшение Работы Выделительной Системы Нашего Организма И в связи с этим Как следствие Мы уже получаем Загруженную Отягощенную Загустелую Приближающуюся К гелевому состоянию Лимфу Ну и загущенную Кровь И уже Отсюда Мы получаем Силы Сопротивления Нашего Организма Способность Противостоять Различным Внешним Факторам Заболеваниям Уже становится Меньше Плюс Добавляем Сюда еще Психоэмоциональную Составляющую Которая При наступлении Такой серой Слякотной Погоды Ненасти Холодных Температур И так далее Тоже Эмоциональный Фон снижается Человек Начинает Грустить Иногда Думать О чем-то Вечном И так далее Но Есть еще Некоторые Факторы К примеру Я сказал О изменении Светового Дня Каким образом Это сюда Относится Во-первых Наш Тонкий Кишечник Ну и Толстый Кишечник В той же Степени Тонкий Кишечник Они Ориентированы На Работу Солнца На световой День Поскольку Продолжительность Светового Дня Уменьшается И Время Восхода Захода Солнца Изменяется То есть Соответственно Изменяется Время Работы Кишечника При этом Мы Находясь Свой ритм Питания Жизни Не меняем Мы Остаемся В таком же Ритме Как были До этого Летом Привыкли Есть Просыпаться Может быть Еще Засветло Некоторые Может быть Есть Жавранки И уже Кушать Другие Приходя Позже Когда Опять Темно Тоже Начинает Кушать При этом Думает Можно же Кушать До Шести Я Поем Нормально Ничего Страшного А зимой Это уже На самом деле Не совсем Верно Потому что Человеку Потребно Кушать Полезно Только При Свете Солнца Как только Солнце Не светит Все Кушать Нежелательно И Здесь Поскольку Мы Даже Те Кто Придерживается Здорового Образа Жизни Продолжает Осенью И зимой В темное Время Суток Мы Начинаем Загружать Свой Кишечник Соответственно Снижаем Иммунитет Вот Уже Одна Из причин Почему Многие Могут Быть Более Болезненны В холодные Периоды Осенью Зимой Далее Когда Мы Начинаем Нагружать Верно Не Начинаем Нагружать А вот Пища Которую Мы Съедаем В холодное В темное Время Суток Она Полностью Не переваривается И лежит Загружая Наш Кишечник Тем самым Там Происходят Либо Какие-то Процессы Гниения Либо Огрожение И Эти Процессы Отравляют Наш Организм Соответственно Идет Дополнительная Нагрузка На Выделительную Систему А если При этом Наши почки Еще были Отягущены Нагружены Холодом Чем-то Мы Еще не Привыкли Зиму Прятать Кутать Они Подвержены Ветрам Сквознякам Влаги Холодному Сырому То Конечно Они Напряглись Активность Снизилась А нагрузка На них Увеличилась Соответственно Мы Получаем Некоторые Воздействия На горло А дальше Будем Говорить О том Что Горло Простудные Явления Частые В холодные Времена Года Они Связаны Как раз С проблемами Именно Области Низа Живота Состоянием Мочевого Пузыря Состоянием Репродуктивной Систем Почему говорю Репродуктивной Потому что Как я в самом начале Вот этого Монолога Некоторого Оговорился Сказал Назвал Мочеполовая Система В принципе Практически Правильно Но потом Переменил на Выделительной Почему сказал Мочеполовая Потому что Наше горло Рефлекторно Связано С репродуктивной Системой У мужчин У женщин Не важно И Часто Когда дети Взрослые В холодное время Болеют ангинами Это не от того Что у них Горло болит На самом деле Причину возникновения Ангин Нужно искать В области Нида живота Там какие-то Проблемы Там напряжение Там возможно Какие-то Есть воспалительные Процессы Или нарушение Кровоснабжения Тока притока кровати Вот И То есть Одна из основных проблем Подытоживая То что я сказал Не из основных А Крайней мере Как мне видится Причина Почему люди Начинают больше болеть С наступлением Зимы и осени С тем Что Не совсем успевает Перестроиться На Со смены Времени года Не совсем Успевает перейти На График Питания На график жизни На график сна Активности Осенне-зимний Не успевает Поберечься Как-то Принять меры К сохранению Тепла Своей пояснице К сохранению Тепла ног Вот Поберечь Как-то Грубную клетку И плюс Появляется К этому Ко всем ситуациям Проявляется Скажем так Следствие То что мы Называем Собственно говоря По-простетски Простудные явления А это по сути Всего лишь Следствие Состояния Наших органов И выделение Износа Это следствие И Состояние горла Покраснение Какие-то ангины Воспаление Горла Это тоже следствие И Состояние ушей Там Какие-то воспаления Ушей Там и так далее Это тоже следствие Уши Имеют прямое отношение К почкам И если У вас Получилась Такая ситуация Что заболело В каком-либо виде Ухо То первопричина Всегда Будет в почке Поднаименной К сожалению В современной Медицине Методы диагностики Не позволяют Диагностировать Такие состояния Как дисфункциональные Есть такие Состояния То есть Здоров Или болен Среднее состояние Пока организм Движется Здорового к больному Не диагностируется В целом Так вот В процессе Того Как почка Постепенно Движется В сторону болезни Она дает Вот такие вот Сигналы Нашему организму Раз ухо заболело Один Другой Второй Раз Потом Атит Возник Еще что-то Это на самом деле Лишь следствие Того состояния Что происходит С почкой И так Опять же Подытоживая Нос У нас будет Желудок Затем Уши Это будут Почки Горло Это будет Ну Скажем так Не то что Желудок А желудочно-кишечный Тракт Уши Это будут Почки Выделительная Система Ну А горло Горло Это будет Скажем так Репродуктивная Система И вот Мы подвели Можно так сказать Такой краткий Общий анализ Теоретическую Базу Нашего Сегодняшнего Эфира Алексей Может быть Что-то Хочется Сказать Да Да Очень хорошо Сказал Вот Если вы заходите Теперь похомячить Когда солнышко село Знаете Это вредно Но здесь поступил Такой вопрос От Ярослава Из Ногинска А как же На севере Где полярная ночь Девять месяцев И всегда холодно Вот на самом деле Прочитал мои мысли Я-то думал А вот там Пришло Утро И так до осени Оно держится Это утро Переходя в день И там потом Вечер потихонечку Потом раз Полярная ночь Ведь можно Хомячить Хомячить Можно Круглые сутки Это Проблема Это решается Просто Ешь Чего Поймаешь Чего Найдешь А вот Что делать Зимой Когда Полярная ночь Я отвечу На этот вопрос И будет Такой Может быть Несколько Странный Оригинальный Но Какой Есть Мое Угрожаю Свои Субъективные Мнение Начну С того Что Во-первых Человеческий Организм Ко всему адаптируется И там Где Но это не основная часть Ответа Это такая присказка И там Где У нас Полгода День Полгода Ночь То там Организм Элементарно Перестраивается На дневной цикл На ночной цикл Точно так же Как у тех Людей Кто живет В часовых Поясах Где Происходит Резкая Смена Времен Года То есть От зимы К весне От весны К лесу Когда К лету Когда ощущается Разница температуры Там И влажности И Движение Воздушных масс Да То у нас Организм Здесь тоже Перестраивается И нам Следует Перестраиваться Вместе с ним А там же Где Полгода Ночь Полгода День Там Тоже есть Такие циклы Перестроения Но они там Несколько Иные И Человеку Хорошо бы Перестраиваться Вместе с этими Циклами Быть в гармонии С окружающей Судьбой И посмотреть По своим Соответственно Нужно понимать Что чем больше Мы кушаем Вернее Чем больше У нас активности Тем больше Мы имеем Потребности Едить И Соответственно Понимаем Если В какой период Мы больше Активности Проявляем Вот Дневной Период Ночной Период И Какой Пищи Нам больше Нужно Проживая Там В жарком Климате Или В холодном Климате Тоже есть Разница То есть Здесь Нужно Уже Более Конкретно Более Детально Разбираться Почему Если К примеру Это Суровый Холодный Климат То Там Нужно Больше Жиров Для того Чтобы Поддерживать Все процессы В организме Если Мы живем В жарком Климате Нам Полезнее Употреблять Будет Больше Овощей И Соответственно Режим Употребления Белковой Пищи И Овощной Пищи Он Тоже Разный Если К примеру Уже Грубо Так Говоря На ночь У человека Есть Огромное Желание Поесть По-русски Говоря Начинается Жор Ночной То Чтобы Как-то Более Пощадить Человеческий Организм То Здесь Ему Лучше Сесть Какую-то Почему Потому что Вечером Ночью У нас Происходят Процессы Построения Или распада Белковых Соединений И здесь Белок Может Большей части Усвоиться А зелень Его компенсирует Но если Мы в это же Самое Время Поедим Овощи То они Попадут К нам В кишечник И будут Только бродить Ничего Такого Хорошего Мы не Получим Для себя Даже Скажем Что мы Мелитарианцы Мы молодцы Но Кушая на ночь Какие-то Мы себе Только Вредим Поэтому Здесь Нужно Учитывать Много Факторов И Даже Те вещи Которые Мы говорим В эфире Их нужно Критически Оценивать И подстраивать От себя Разбираться Непосредственно А полезно Ли это мне С точки Зрения Всех Собственных Обстоятельств Состояния Здоровья Организма Среды В которой Вы пребываете Психоэмоционального Состояния То есть Нужно Учитывать Много Факторов Вот Это один Ответ Второй Ответ На который Я хотел Сказать Что Когда Человеческий Организм Не то Что когда А вообще Человеческий Организм Насколько Я себе Представляю Не был Рассчитан Изначально Когда попадал На эту Планету К Условиям Которые Существуют Сейчас В моих Представлениях Тысячи Десятки Тысяч Лет Назад На нашей Планете Было Несколько Иначе С климатом Со всем Остальным Но я не буду Вглубляться В эту Тему У Алексея На радио Об этом Очень много Говорится Так вот Все было Немножко Иначе И Условия Были Тогда Немножко Иначе Воздействовали На наш Организм И жизнь И со Времени То что Произошло Нам остается Только под это Адаптироваться Ничего более Ну вот Кто как может Так и адаптируется Причем Сюда хочу Привести Один интересный Факт Прослушивая Лекцию Одного Замечательного Человека Я не буду Сейчас Называть Кому интересно Напишите В личку Так вот Прослушивая Лекцию С интересом Для себя Узнал о том Что Одна из Основных Частиц Составляющие Нашу клетку Живую Человеческий Организм Такую Метахондрия Она является Ничем иным Как просто-напросто Паразитом Метахондрия Это паразит Существующий В нашем организме Причем Паразит Сапрофит Как прилипало К акуле Как рыба Прилипало В акулу Несколько десятков Тысяч лет Эта штука Попала на нашу планету Можно предположить То ли с метеоритом То ли еще С какой-то гадостью Эта митохондрия Сюда залетела Это по сути Бактерия Вот Эта бактерия Проникла в наш организм Мутировала Определенным образом Проникла в клетку И сейчас Что происходит Почему человек Собственно говоря Ну это опять же Версия этого лектора Она мне Интересна Я ее Сейчас вам хочу Развучить Может быть И вам тоже Будет интересно До попадения Этой митохондрии В человеческий организм Людям не нужна была еда Мы питались Тем же самым Что и солнечные батарейки То есть Мы ходили под солнышком Солнечная энергия Проникала В наш организм И усваивалась Цитоплазмой Внутриклеточное вещество С появлением митохондрии С внедрением митохондрии В наш организм Они стали забирать на себя Всю энергию Цитоплазму И человеческому организму Выдавать дозированно И в связи с этим Человеку пришлось Искать дополнительные Способы получения энергии Из-за этого Мы стали потреблять Пищу Любую Растительную Животную Какую угодно Хотите И вот Все О чем мы сейчас Разговариваем То есть Что полезно есть Зимой Что полезно есть Ночью Когда есть Днем Или ночью Это мы разговариваем Все вследствие того Что Грубо Условно говоря Опять же Если коррелировать С темой Этого электра Только вследствие того Что какая-то Метахондрия Прилетела с астероидом На эту планету И вот Мы теперь Вынуждены так существовать Это все Условно и относительно И Если уж так говорить Что полезно Это человеку Не полезно То Чтобы не грешить Противы истины Можно говорить Что в условиях Существования Метахондрии В нашем организме Ну вот Алексей Я вот такой Вот выдал Да уж Выдал Так выдал Это что же Я метахондрию Или кормлю Я думал Сам что-то Порадовал ты меня Я думал Когда начнешь Отвечать Про Людей Которые живут На крайнем севере Наверное Скажешь А в общем Все просто Вот летом Хомячьте А зимой Бурундуками Прикидывайте Все в спячку Вот Или как-то Понимаешь Это анекдот Тюленя Оленя Вот из той же серии Да А что дальше Это было Я не знаю Ну ладно Сейчас я расскажу Потом на меня опять накинутся Что я пошлятину здесь развожу Ну хорошие люди Живут на севере С ружьями ходят Вот И пригласили человека Это Ну хорошо Охотник хороший Пригласили его В Африку На состязание Лучших охотников Сказали Жирафов не стрелять Слонов не стрелять И крокодилов Не стрелять Ну хорошо Ладно Значит Там американец Три того-то Два того-то В конце дня Отчитывается Англичанин Столько-то Пострелил Ну приходит Крайний житель севера Двадцать Ноусеров Понятно Ну носороги Наверное не умеет говорить На следующий день Тридцать ноусеров На четвертый день Пятьдесят ноусеров А эти что-то там По два По три приносят А делегация американцев Убывает Да Нет 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 Они думают Надо проследить Что за ноусеров Он таких там Грохает Что за Зверь такой Носороги Несколько носорогов Здесь Ну задним Идут Он на плантацию Выходит Там негр гуляет Крокодила Ноусер Ну да Вот так Чукчи стал чемпионом Ну давай дальше А вот теперь Да посмотрим А что касается Питья Ну вот заболел человек Да И часто приходит Слышать А давай-ка Побей побольше Просто воды Или там Подсоленной воды Или давай-ка Там с разведенной Какой-то щелочью Или Закисленную наоборот Ну например там Сок какой-нибудь Но при этом Кто-то говорит Не кушайте вообще Просто воду пейте Кто-то говорит Теплую воду там пейте Кто-то горячую Горит там даже В общем вариантов много Ну вот давай Про питье поговорил Момент Если почувствовали Что-то там где-то Свербить начало Ну очень хороший вопрос Очень хорошая тема Действительно Я также являюсь Сторонником того Что кушать Во время Повышения температуры Абсолютно не стоит Потому что Когда мы кушаем Даже если мы Немножко покушали При высокой температуре То у нас температура Может еще Подскочить запросто На градус А то и на полтора Если мы начинаем кушать Поэтому во время Состояния Простудного кота Состояния С повышенной температурой Лечиться следует Только питьем Только какое-то питье И действительно Это должно быть питье Теплое Не обязательно горячее Но обязательно теплое Ни в коем случае Не холодное И лучше Чтобы это было Некомнатная температура Почему? Потому что Организму силы В момент заболевания Так нужны А вода Если это будет Холодная Или комнатная температура То для того Чтобы организм ее усвоил Ему необходимо Будет затрачивать усилия На ее подогрев Поэтому чтобы организм Не затрачивал эти усилия Хорошо бы употреблять Уже воду Тепленькую Чуть теплее Чем комнатная Но лучше Температура человеческого тела 36-37 градусов За счет чего Происходит Вернее В чем польза Употребление жидкостных средств Удивим болезни Во-первых Таким образом Мы снижаем Общую температуру тела За счет увеличения Общего объема жидкости В организме Соответственно Снижается температура тела И поэтому Одним из способов Преодоления Повышенной температуры Является рекомендация Обильное теплое питье Мы Разбавляем Увеличиваем объем Жидкости в организме Снижаем температуру Но Здесь это также Солесообразно И с той точки зрения Что когда у нас Повышается температура тела Соответственно Мы потеем Часть воды из нас Испаряется Поэтому Ее недостаток Нужно восполнять Здесь тоже Очень полезно Питье А Не едут Плюс Когда мы Кушаем То у нас Мы вызываем Отток крови Отток крови От тех мест Где он необходим И кровь Преливает Желудку Кишечнику Тем самым Тоже Создавая Там ненужную ситуацию Причем Часто так бывает Что при повышенной Температуре тела У нас Погибает часть бактерий Находящихся В кишечнике Которая Занимается Перевариванием пищи Усвоением пищи И соответственно Пища Которую мы съели В период заболевания Она Особо Перевариваться Усваиваться Может Не получиться Вот Но Что касается Вообще Температуры тела То Ну На секунду Возвращаясь К изначальной теме То есть Питья Настоек Различных Приготовлений Что можно добавлять В питье И вообще Что пить Огромное множество Мы об этом Тоже сегодня поговорим Что успеем Расскажем Но Сейчас я хотел бы Сказать об одном Принципе Который Полезно было бы Использовать И понимать Что если У нас температура До 39 Сбивать Сбивать Вообще Не следует Это Нормальная Температура Работы Иммунной системы Если мы будем Сбивать Такую температуру У нас Допустим Поднялась Температура 38,2 Мама с папой Испугались Ребенка Температура Давай ее Сбивать То В этом состоянии Что вы делаете Вы Мешаете Работать Иммунной системе И здесь Болезнь Будет распространяться Повышение Температуры Тела У человека При заболеваниях При простудных Заболеваниях Это действие Иммунной системы Направленное На Того Чтобы Патоген Микрофлора В этом Паридоносная Она гибла От повышенной Температуры Тела И многие Бактерии Погибают При повышении На это Направлено Когда мы Начинаем Снижать Мы мешаем Нашему организму Если же Температура Поднимается Свыше 39,5 То Что здесь Можно делать Здесь Очень хорошо Помогает Очищение Кишечника Как бы Это Может быть Странно Непонятно Не звучало Но Делаем Хорошее Промывание Кишечника Если это Взрослый человек То 1,5-2 литра Можно Содовым Доствором Из концентрации 1 столовая ложка На 800 мл Промываем Кишечник Температура Тела Будет падать На градус На 1,5 Далее Если у нас Температура Между Добралась До 39 Начала Чуть-чуть Ползти Вверх Уже Тогда Здесь будет Очень полезно Обмазывать Наш организм Смесью уксуса Воды И водки Сейчас Алексей Конечно Снова будет На меня ругаться Что я водку Потребляю Здесь все это Берем В равных Пропорциях Можно По 1 столовой Ложке Смешиваем Мочим Тряпочку И обмазываем Тело Больного С температурой Вот этой Смесью И температура Его будет Не то что Снижаться Она будет Держаться На том уровне На котором Она есть И выше Не подниматься Таким образом Немножко стабилизируем Помогаем А дальше Мы можем Поговорить Уже О Как бы Тех вещах Что можно Принимать В виде Различных Жидкостей Настоек Паров И так далее Алексей Может быть Что-то Ты хочешь Сказать Ты хочешь Сказать Чтобы я руганулся Да Не Ругаться Я не буду Почему Потому что Водка наружу Это хорошо У меня самого Есть Фляга Спирта Который Я использую Именно По назначению Не травить Себя И окружающих Заливая Внутрь Например Настойки Какие-то Делать Которые Потом Для растирок Можно Применять Ну вот Последний Эксперимент Это был После эфира С мухоморами Вот Когда Пошел Урожай Мухоморов Надо было Куда-то Их Пристроить И такие Красивые Все были Ну вот Настойка Уже Готова Можно Будет Экспериментировать Так что Все Что наружу Все Что наружу И без Дурмана Это все На мой взгляд Правильно И это надо Применять Ботинки Те же Самые Протереть Водка Еще Хорошо Протирается Если Там Обезжирить Что-то Надо Так что Не-не-не Ругаться Здесь Не буду Комприз Тоже Сам Сделать Кстати Одно Единственное Отступление Хочу Сказать По поводу Еды И воды Есть Один Рецепт Вернее Даже Я их Знаю Два Но Сейчас Хочу Особо Остановиться На одном Рецепте Когда Именно Еда При простуде Будет являться Лекарством Что это Такое Это Мы берем Небольшой Велок Капусты Небольшой Велок Белой Капусты Белокочанной Мы его Мелко Нарезаем И Тушим Его В объеме Воды Примерно 200-250 Миллилитров В конце Добавляем Одну Столовую Ложку Меда После Тушили Добавляем И перемешиваем Вот И вот Эту Полученную Смесь Нужно Будет Съесть За Два Раза То есть Напополам Маленький Велок Разделить Одну Смесь То есть Одну Часть Съесть Прямо Практически Со Сковородкой Пока Он еще Тепленький И потом Через Допустим Полсуток Вторую Обязательно Подогрев Это Что касается Еды И еще Есть Другой Тип Еды Который Тоже Полезен При Простуде Это Приемлемо Те Кто Не Потребляет Животную Пищу Не Очень Но Они Могут Использовать Рецепт Капуста Те Кто Потребляет Животную Пищу Можно Использовать В основном Лучше Это Говяжий Бульон Говяжий Бульон Там Очень Мелко Нарезается Говядина Маленьким Маленьким Кусочком И Варится В поле 5 минут Кружки Воды Небольшое Количество Туда Добавляется Чеснок Лук И Вот Такой Недолго Проваренный Бульон Чесноком С луком Там Потребляется Как Справочная Информация Подробного Рецепта Я Семнадо Там Вы уже После перерыва Подробно Делается Ну А на себе Помню В детстве У меня Куриным Бульоном Поили Когда я Растужался Помню Помогал В целом Выздоравливал Не сидим Сейчас Перез вами Вот Алексей Передаю Тебе слово Хорошо Ну Наверное Надо поговорить Про Какие-то Отвары Навары Настойки Раз уж Мы Питьё Затронули Или Если хочешь Мы можем Прерваться На музыкальную Паузу Небольшую Не Мне не нужно Если Хочешь Давай Прервемся Так Я готов А вот Давайте Если нужно Будет Пауза Нашим Радиослушателям Они об этом Напишут У нас в чате Напоминаю Что Все вопросы Мы принимаем Из чата Народного Славянского Радио Заходите Напоминаю На сайт Славомир.орг Народное Славянское Радио Набирайте В любом Поисковике Абсолютно Славомир.орг После этого Вы Оказываетесь На сайте Там есть Слово Чат Нажимаете На него Логин Пароль Надо ввести Тот Который До этого Вы придумывали И вводили Регистрировались Если еще Не зарегистрированы То придумывайте Логин Пароль Указывайте Какой-нибудь Простенький Емейл Для регистрации Иногда К сожалению Сложные Емейлы Не пропускает Где много Подчеркиваний Тире Точек Других Знаков Бывает Он не всегда Принимает Поэтому Для этого Случа Можно зарегистрировать В Майл.ру В Яндекс.ру Что-нибудь Очень простое И главное Что логин Пароль Не забыть Зарегистрировались После этого Можно пользоваться Постоянно Общаться с друзьями Задавать вопросы В наш эфир Так что Если вдруг Вы в эфире Сейчас напишите Что Давайте-ка Мы послушаем Какую-нибудь Песенку Хорошую То Давайте Мы ее Послушаем А пока От вас Команды Нет Вот только Одно Тут упоминание Про разнообразить Беседу Песней Вот если Будет Несколько Упоминаний Я тогда Песню Поставлю Пока Петь Будем Продолжать Сами Да Пока Под нашу Дудку Пляшите Ну Слушай Перед тем Как Переходить Уже К специальной Части Нашей Программы Подминать Рецепт И как Что Я хотел Еще дать Несколько Общих Рекомендаций Как усиливать Иммунитет Как противостоять Простуду Заболевания Такие Достаточно Доступными Способами Самый Простой Способ Улучшить Состояние Организма Вообще Иммунитета И всех Органов Это Заниматься Разогревом Стоп Тем Самым Мы Поднимаем Тонус Всех Наших Органов И улучшаем Иммунитет Каким образом Разогреваем Стоп Прямо Можем Руками Берем Ступню Одной рукой И второй рукой По подошве И натираем Натираем до того Состояния Пока ступня Не будет Гореть Теплая Одну Ступню Вторую Ступню Вот так Можно при Пробуждении Днем Среди дня На ночь Конечно Не особо Лучше Не активизировать Но По утрам Днем Пожалуйста Прекрасное Средство А по вечерам Будут полезны Ножные Теплые Ножные Ванны Но Единственное Женщинам Не выше Щиколотки Женщинам Не выше Щиколотки А мужчин Мужчинам Можно Выше Щиколотки Теплые Ножные Ванны Вечером Два Стакана Чистой Воды Перед Завтраком Можно Один Стакан С содой А второй Стакан Просто С водой Тоже Улучшает Состояние Вот Ну и Такие Средства Распространенные Для Повышения Иммунитета Это Женщин Леутерокок Лимонник Пожалуйста Прекрасно Все действуют Как стимуляторы В принципе Доступны По крайней мере Леутерокок Лимонник В наших Аптеках Есть Женщин Продают Основая Категория Иная Вот Еще Пантакрин В принципе Тоже Хорошо Здесь Помогает Тоже Ну что Там Вот Ребята Которых Севером Говорили Они наверное Пантакрин Как раз Точат В свободе От охоты Время Наносеров Да В свободе От охоты Время Вот Ну В принципе Это такие Общие рекомендации Их конечно Может быть Масса Вот К примеру Еще один Массаж При простуде Такой Достаточно Легкий И эффективный Человек Когда чувствует Что начинает Простужаться Можно Своими пальцами Себе же Помогать Без использования Каких-то Абсолютно Подручных Средств Ну и Нам нужно Промассировать Три точки Опять же Три точки Первая точка Как она Располагается На обеих руках На правой На левой Я не хочу Называть Китайские Термины Точки Как они Называются Не так Или дальше Но Поэтому Буду Так Своим языком Называть То есть В Месте Пересечения Векторов Большого И указательного Пальцев У нас На тыльной стороне Ладони Есть такая Ямка Ямочка Вот Это первая точка Нажимаем сюда И также Немножко Покручивая По часовой Против часовой Стрелки Массируем Если вы правильно Попали в нее То там будет Некая болезнь При пересечении Большого Указательного Пальца Вот за Мышцей Тут кругленькая Мышца У нас Есть И вот За ней Вот эта Точка Ее Массируем На одной Руке На второй Руке Затем Это Так называемая Еремная Впадина Это На шее Под кадыком Мужчин Такая Ямочка Женщина Кадыканя Вот такая Ямочка Вот Ямочка В том месте Где шея С туловищем Сходится Здесь у нас Такая Костяная Ямочка Вот эта Костяная Ямочка Это Еремная Впадина И вот Самый Низ Еремной Впадины Ее Грань Вот здесь Массируем Это Точка Номер Два Массируем Здесь И Еще Есть Две Точки Они Тоже Синхронные Они Располагаются Сразу За ушами Вот В этой Впадинке Под Мочкой Ух Здесь Тоже Такие Точки Немножко Пальчиками Подвигаем Найдем Они Слегка Чувствительные Их Тоже Массируем Вот Ну и Еще Можно Добавить Такую Как Постукивание В грудь Прямо Посередине Груди Себя Пулачком Тоже Стимулируем Улучшение Состояния Организма И вот В общем Четыре Точки Эти Смежа На Руках Между В точке Вместе Пересечения Практически Указательного Большого Пальца За ушами Во впадинках Прямо За мочкой Уха И в основании Вот этой вот Еленой Впадинкой Вот Поскольку Вся Будет Такой Простейший Массаж Против Простуды Можно Его Использовать Даже Профилактическое Средство Наступили Такие Хлупы Прохладные Времена Можно Делать Массаж Для улучшения Общего Самочувства Надеги В том Что Никакая Простуда Вам Не страшна Это Будет Такая Обережная Магия Можно Сказать То есть Сделал Процеду Все И что Уже Тебя Не тронет Простуды Вот Смотри Ты сказал Там Точки Различные На ногах Тоже Есть Точки Да Вот Можно К себе Загнуть Так Загнуть С утра Так Раз Так Загнул Себе Ногу Массируешь И заодно Пятки в грудь Стучишь Так Хорошо Одновременно У тебя И массаж Стучание В грудь Слушай А почему Такая Дискриминация Что Женщинам Нельзя Там Принимать Ванночки Тепленькие Выше Щиколотки Что Такое За Безобразие Вообще А потому Что Неизвестно Какое Состояние У женщины Может Пройти Излишняя Стимуляция Репродуктивной Системы Там Находится Точка Не хочу Транслировать Китайские Названия Но В общем По-русски Можно Назвать Как Ворота Дьявола Она Очень Сильно Стимулирует Женскую Ну и Мужскую Тоже Продуктивную Систему Так Вот Если Женщина Находится В положении Или Там Какая-то Проблема Еще Что-то То есть Можно Вызвать Какие-то Острые Состояния Если Мы Начнем Греть Там Ноги Поэтому Лучше Вот Без Совета Доктора Туда Не Заниматься Этим Можно Даже Вызвать Если Женщина Беременная Можно Вызвать Выкинуть Такими Состояниями Или Можно Вызвать Какие-то Боли Если Там Есть Проблемы Имейте Ввиду Что Женщина Лучше Ноги Выше Щиколотки Не Греть Без В В В В В Ну Что Ж Можно Нам Сейчас Прерваться Все Таки На Музыкальную Паузу Потому Что Я Думал Какую Поставить Музыку Которая Соответствовала Нашей Сегодняшней Теме Нашел Совершенно Недлинную Песенку Очень Коротенькую Я думаю Она Нам Не Не Повредит Но Будет В Тему И Буквально Давайте Через Минуту Мы Продолжим Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напоминаю Что По одному Из Современных Календарей 1 ноября 2016 Года В Тоник По одному Из Старинных Первый День Месяца Нового Дорог 7525 Лета Осенние Болезни Не Для Нас Такова Тема Сегодняшнего Нашего Живого Эфира Автор Сведущий Захар Билинский Арират Здесь уже Был Такой Упрек Арират Во-первых Эту тему Предложил я Во-вторых Не все Живут По одному Из Старинных Календарей Многие Живут По Современному Календарю На современном Календаре Еще осень Итак Мы можем Продолжить Про напитки Основную Тему Может быть Что-то Подготовил А можем Так еще Поговорить Про закалку О чем Эта песенка Была Закаляйся Если хочешь Быть здоров И так далее Я предоставляю Теперь Штурвал В твои руки Рули куда хочешь А я буду Исполнять Твои команды Давай конечно Поговорим По поводу Закалки Честно скажу Я Наверное Особо Никогда В жизни Не закалялся Специально Так что Убрать Систематически Закаляться В прорубе Купался Там В каких-то Ключах Купался Вот Но Есть Такой Величайший Человек Нашей Сторис Себастьян Кнейп Это Человек Который Лечил В принципе Любые Болезни Водой Создал Свой Сборник Процедур Как От Каких Болезней При помощи Воды Можно Лечиться Он Разработал Массу Ван По типам Сидячие Стоячие Лежачие По времени Различные Типы И Он Успешно Лечил При помощи Ван В принципе Любые Даже Онкологические Заболевания Просто Водой Ну Конечно Добавлял Травы Какие-то Потом Впоследствии Стал А вначале Все Влечило Только Водой Одной Водой Различные Теплые Ванны Горячие Ванны Чередование Сидячие Ванны Обливание Обтирание Но Можно Много О нем Говорить Самое Интересное Что я У него Подчеркнул Это то Что После Холодной Ванны Никогда Не нужно Вытираться Растираться Полотенце А Нужно Накинуть На себя Сухую Трепицу Или Сухую Полотенце Или Одеть Сухой Халат И Уже В этом Халате Интенсивно Двигаться До Высыхания Он Говорит Если Человек Допустим Закаляется Не то Что он Говорит Я уже Перефразирую То что Корчев У него То что Сам Знаю Если Переложить На современный Лат Получается Когда Человек Занимается Закаливанием Через Обливание То Он Облился И тут же Бежит Вылазит Бежит И начинает Вытираться Полотенцем Растирать Себя До красна С точки зрения КНИПа Это неверно Я считаю Что на самом деле Это так и есть По своим ощущениям А следовало бы Выбежать Из-под воды Холодной Или вылезти из крови Сразу закутаться Допустим В теплый халат И при этом Интенсивно двигаться Может быть даже бегать Или интенсивно ходить Тогда Эффекты Самого Закаливания И биологических Процессов Которые происходят В нашем организме Гораздо полезнее А у нас же Как происходит Мы Облились Чем-то холодным Закалились Там как-то Выбегаем Сразу Полотенцем Втираемся И стоим Вот С точки зрения КНИПа С моей точки зрения Это не совсем верно Так Даже происходит Несколько хуже Для нашего организма Почему Хуже Но опять же Я могу Патеретизировать От собственной головы Мы когда начинаем Растирать Мы вызываем Приток крови Кожным покровом Однако же Когда мы Окунаемся То основной эффект От воздействия На нас Холодной воды И вообще Холодной температуры И Закаливание В целом Он состоит В чем Он собственно Состоит В том Что В этот момент Кровь Усиленно Начинает Переливать К нашим Органам Для того Чтобы Сохранить Их Живучесть Почему Это происходит Организм Понимает Что На внешнюю Кожевую Среду Оказывается Агрессивное Холодовое Воздействие И чтобы Сохранить Свою Жизнеспособность Организму Ему Нужно Не кожу греть Ему Нужно Греть Наш Органы Наш Мозг То есть Происходит Прилив Крови К мозгу Происходит Прилив Крови К другим Органам И за счет Именно За счет Этого Происходит Стимуляция Иммунитета Именно За счет Этого Происходит Улучшение Работы Всех Органов Именно В этом Есть Смысл Закаливания И Когда Охладившись Мы начинаем Вытираться Полотенцем Не стоять Закутавшись В нем Дрожать И мерзнуть То мы Делаем Себе Только Хуже Именно Из-за Этого Очень Многие Закальщики Страдают Необходимо Двигаться Когда мы Двигаемся Когда мы Двигаемся Мы Продолжаем Удерживать Вот этот Горячий Объем Большой Объем Горячей Крови Наших Органов И они Действительно Согреваются Прогреваются Можно Сказать Горячая Кровь Выжигает Из них Всю хворь Которая В этом Есть Вот Что я могу Сказать По поводу Закаливания И подобных Процедур Не останавливаясь Особо Не разбирая Каждую Из них Конкретно Слушай Вот если Ты Заговорил Про Воздействие На кожу То Опять же Не так Давно Я встречался С одним Удивительным Человеком Лепко Николай Это Тот Который Продолжил Разработку И Совершенствование Аппликаторов Кузнецова Есть такие Наверное Колючки Знаешь Да Знаю Есть же Аппликаторы Лепко Да Вот я про него Говорю Удивительный Человек Такой Очень Активный Задорный Даже Интервью С ним Снял Может Выложим Хочу Кстати Пригласить Что он Более подробнее В этом Деле Все Рассказал Потому Что На самом Деле Просто Интересно С ним Общаться И Он Как раз Рассказывал Что В отличие Вот Кузнецов Он там Добавил Модернизировал Кузнецов Просто там Иголочки Ну Или Металлические Или пластиковые Сейчас больше Пластиковые Известны А он Именно металлические Использует Причем Острые Такие Что Аж Прокалывали Создается Впечатление У человека У Организма Человека Что Кто-то Агрессию Производит На него И Мобилизация Происходит Вот так Если В двух словах Кратко И Это Отличает От Тех Аппликаторов Которые До того Изготавливались И плюс ко всему Он использует Металлы Парные То есть Светлый металл И цветной металл Белый цветной Например Медь И какой-нибудь другой И между ними Когда выделяется Пот Возникает Некий Электрический Потенциал И в этом случае Еще и В этом смысле Воздействие Плюс Пакеты Начал рассказывать Про пакеты Но это надо Отдельно Делать Опять же Очень интересный Человек Такой Изобретатель Новатор Вот как раз Пересекается С тем Что ты говорил Здесь Что воздействие На организм Это активная Стадия Что не надо Просто обтираться Как-то И себя потом В такие Тепличные условия Помещать А наоборот Надо Чтобы организм Такую стряску Получил Стресс Такой небольшой Получил И тогда Активация Произойдет Всех На всех уровнях Через кожу И так далее Ну действительно Да Я согласен И сам Исповедую Такую точку зрения Хорошо Так Про питье Мы будем говорить Про растворы Да Давай Давай Сейчас поговорим Про разные Не сборы А вот Разные Растворы Настой Смеси 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 Питьевые При простудных Явлениях Различных Итак Значит Ангина Различное Воспаление Горла Гриппозные Состояния Можно сделать Такую вот Смесь Берем Ну по поводу Масштабов Не обращаем Внимания Ну Кажется Свой масштаб Значит Берем Один килограмм Меда Берем Один Литр Лимонного Сока Лимонного Сока Концентрировано Это именно Сока лимонного Неразведенного Вот И Две-три Столовые Ложки Тертой Крапивы Все это Перемешиваем И дальше Употребляем Взрослым По столовым Ложкам А детям По чайным Ложкам Один день Через Первый день Каждый час Взрослые По столовой Ложке Кушают Дети По чайной Ложке На второй День Кушаем Три раза По одной Чайной Или столовой Ложке Три раза В день На третий Дважды И так Два раза В день Вплоть до Сорокового Дня Весь процесс Длится Сорок дней Первый день Каждый час Второй день Три раза Третий день Два раза И так далее Далее По два раза Принимаем Очень хорошее Средство Помогает Избавиться От ангины Правда Если ангина Конечно За сорок дней Будет так долго Лечиться Это не очень хорошо Но тут Нужно не забывать Что когда мы Лечим ангину Обращаем внимание На область Низа живота Это уже самое Горло Ну а грипп Общее иммунитет Состояние иммунитета Далее Что можно еще сказать По поводу Того Как справиться С простудой Очень хорошая Следующая вещь Берем Одну часть имбиря То есть пропорции Одну часть имбиря Две части Корни девесила Плюс Две части Корня Софры желтой Но если Корня Софры желтой Не найдете Можно взять На крайний случай Плоды Софры желтой Они более распространены Плюс Четыре части Цвета бузины Все это Перемешиваем В сказанной Пропорции И завариваем По столовой Ложке На пол литра Но Единственное Что Ночь настаиваем А утром Это все нужно Выпить Вот именно Утром Все Даже до обеда То есть где-то Часов до Одиннадцати Все это нужно Выпить Все эти пол литра Вот И так В течение недели Делаем Значительно улучшается Состояние Затем Вот при Ангинах Именно при ангинах При таких Скажем так Вирусных Воспалениях Горова Гнойных Воспалениях Горова Очень хорошо Использовать Алоэ На ночь Себе Или Если ребенок болеет Кусочек алоэ Просто кладем за щек Выложимся спать Алоэ вытягивает на себя Все дно Весь дно Инфекции И так далее Утром мы это Выплевываем И потом днем Можно новый кусочек алоэ Положить Вот так вот Пользоваться Прекрасное Средство При ангинах Это корень Бадана Чем это трава Замечательно Тем что это Очень хороший Антисептик Он При том что Он очень сильный Он не оказывает Никакого побочного Эффекта на организме Корень бадана Пожалуйста Что можно с ним сделать Корешок размером С фалангу пальца У каждого Своя фаланга Ну и соответственно У каждого Будет своя доза Вот корешок Размером С фалангу пальца Накрошить Стакан воды Прокипятить 10 минут Вот И полоскать горло Таким образом Будет снимать Все вот эти Инфекционные Вирусные Воздействия На горлышко Вот Также хорошо Полоскать горло Яблочным Уксусом Вот Ну опять же Злосчастный чеснок Сейчас пойдет В дело Но рецепт По поводу чеснока Значит чеснок А есть такой Интересный рецепт Как им Опять же Лечить Вот Воливая воспаление Горла Ангины Мы его Кладем в рот И перекатываем Его во рту Слегка Слегка Очень Так вот Маленькими Покусываниями Воздействием на него Вот И делаем это Продолжительное время За счет этого Плавные Постепенно Вот эти все Фитонциды Находящиеся в чесноке Они Начинают воздействовать Наше горло Причем Это не должно быть Резкое такое воздействие Когда мы взяли чеснок Разживали У себя во рту Потом проглотили Нет Перекатываем его Час Может быть два Нужно перекатывать До тех пор Пока мы перестаем Ощущать во рту Кус чеснока Вот Что наступит раньше Час Или как перестанем Ощущать во рту Кус чеснока Перекатываем его языком Микроноткусы На нем Потом Как произойдет Вискомая То есть Или час Или перестанем Ощущать вкус Можно этот чеснок Уже удалить Из этого И вот Из-за этого Со слюной Фитонциды Проникает везде И Кстати Это будет полезно И для десен И для Горовы И для носоглотки Можно сказать Фитонциды Распространятся По всей голове Вот Такая вот Есть еще Один такой Интересный рецепт Что их делать С ангиной Как можно вылечить Ангину За 4 часа Ну по крайней мере Вот как Бытует мнение Значит Берем Столовую ложку Зерен тмина Кипятим Эти зерна Нет Вернее Не то что зерна Мы сначала Размалываем Берем Столовую ложку Размолотых Зерен тмина Мы их размалываем И кипятим В полстакана воды Кипятим В течении 10 минут Кипятим Кипятим Потом процеживаем И доливаем Еще одну четверть Стакана Доводим до кипения Чтобы это все Вскипело И добавляем Столовую ложку Спирта И дальше Ну это рецепт Для взрослых Поправку делаем Специально Именно рецепт Для взрослых Все это перемешиваем И дальше принимать По чайной ложке Каждые 30 минут И если так делать То по идее За 4 часа Ангина должна Если не пройти То значительно снизиться Ну что Скажешь Алексей Про спирт Ну Вообще Про спирт Отказанное Хорошо Ну хорошо Еще один Есть рецепт Не знаю Что-то ангины Не пробовал Но вот рецепт Очень мне понравился Когда Режется мелко-мелко Лук Головка такая Берется средняя Ну так Чтобы кулачок Она влезала Не очень большая Не очень маленькая Вот Режется лучок Мелко-мелко-мелко Прямо так вот Крошите Насколько можно Покрошить Естественно Нюхайте Все это Стоите Слезы проливаете У кого еще Слезы на лук Выделяются Вот Дыхаете Все дело Когда нарезаете Потом Разогреваете Цельное молоко Не порошкового А именно Цельное молоко От проверенной Коровы желательно Ну если нет Ну куда деваться Что есть То что называется Вот Разогрели И Смешиваете Ложку Берете Меда Смешиваете С луком Ну или прям туда В это молоко Опускаете Лук Потом ложку Меда И вот это Где-нибудь Так грамм 400 Такой Полугорячий Но Не Не обжигающий Опять же В смеси Потому что Лук там будет Плавать Вы Выпиваете Для кого-то Ощущения Не очень Приятные Для кого-то Это типа Борща Что-то будет Такое Ну кто как Привык Вот На всяком Случае Лук Который К вам Попадает В рот Дожевываете И запиваете И запиваете Этой Смесь Получается Очень Интересное Ощущение Выделения Фитонцидов Вот этих Самых Масел Ну и Как бы Вот Простудные Дерла Многие Уходят Это Пробовал Такой рецепт Вполне Мне даже Ничего себе Здорово Здорово Я вот Еще хотел Кое-чем Поделиться Значит Ну Опять же Моя любимая Сода Что тут Можно Принять Берем 250 мл Воды Температура 36-37 градусов И туда Кладем Одну пятую Чайной ложки Соды И по Чайной ложке Шалфея И ромашки Соответственно Настаиваем Это Всю ночь Утром Пьем Тоже Выпиваем Это Желательно В принципе За один За два Пресеста Тоже Очень хорошо Помогает Должен При каких-то Воспалениях Горла При простудных Явлениях Вот еще Достаточно Хороший Такой Рецепт Из области Соколечения Значит Он Своеобразный Может быть Не все С ним согласятся Но Тем не менее Он эффективный Значит Берем 100 грамм Свеклы Смешиваем Его Со 100 грамм Моркови И плюс Добавляем туда 50 грамм Натертых Яблок Вот И каждый Единожды В день За полчаса До еды В течение 20 дней Потребляем Тоже Хорошо Очень помогает При простудных Явлениях При ослабленном Организме Почему Он может быть Противоречим Этот рецепт Ну потому что Существует Такое мнение Среди диетологов И прочих Специалистов Которые Разбираются В соках Что С простудными Явлениями Здесь Он достаточно Обширный Можно Неинтересно Записать Берем По 4 чайные Ложки Всех Следующих Перечисленных Трав Это Листья Черники Листья Черной Смородины Вернее Здесь Не листья Черной Смородины Можно Не листья Но если Есть Сама Черная Смородина Замороженная Из Ледника Будет Вообще Хорошо Затем Цветов Лобазника И Плодов Шиповника По 4 чайные Ложки Затем 3 чайные Ложки Душицы Затем По 2 чайные Ложки Следующих Боярышник Плоды Потом Календула Череда Листья Малины И Листья Земляники Это по 2 И затем 1 чайная Ложка Шалфея И Пол чайной Ложки Ромашки Вот такой Вот сбор Он прекрасно Помогает При простудных Заболеваниях Хорошо Поднимает Иммунитет Тоже Очень полезная Вернее И В целом Еще Вот О чем Хотел сказать Что Роли Вернее То что Не о чем Я так Задумчиво Сказал Роли Шиповника Сейчас Прочитал Этот рецепт Там Описан Плоды Шиповника На самом деле Плоды Шиповника Это незаменимая вещь При простудных Различных Объявлениях При гриппах При Воспалении Горла Почему? Потому что В шиповнике Содерживается Огромное количество Витамин С Витамин С Витамин С Благоприятно Воздействует На состояние Организма Или на иммунитет И Употреблять В больших Количествах Иммунитет Витамин С В виде Шиповника Заваривать Можно даже Заваривать 200 грамм На литр На 2 литра 200 грамм Шиповника На 2 литра Плодок Шиповника Настаивать В термосе 5-6 часов Потом Плоды Оттуда Извлекать И Оставшаяся Жидкость В течение Дня Прекрасная Был помощь Нашему Организму 200 грамм Плодок Шиповника На 2 литра Кипятка Лучше Это Замочить В термосе Затем Не варить Замочить В термосе И потом Полученную Потреблять Такие Интересные Рецепты Что скажешь Алексей Хорошие Рецепты Мы еще Забываем Забыли Упомянуть Про малину Самый распространенный Народный рецепт При простуде Когда просто Берется Или кто-то Говорит Ложку Или кто-то Побольше Или кто-то Горсть Замороженной Малины Делается Такой Настой Или завар Или кипятком Заливает Или кто-то Варит По-разному Ну и потом По чуть-чуть Постоянно Пока тепло Выпивать Просто по чуть-чуть По чуть-чуть Без сахара Без добавления Каких-то там Усилителей Вкуса Или чего-то еще Не в прикуску Просто выпивать И желательно Укутывать горло Желательно самому Укутываться Вот если хотите Чтоб хорь прошла Каким-нибудь там В широкий полотенце Или в халат Или что-то еще Чтобы пот пробирал Под там По двумя По тремя одеялами Полезная штука Еще знаешь Про что они поговорили Это про дыхание Какие-то вот Делать Там Растворы Которые Кипят Дымят Вот например Хороший вариант Когда ангина Или какая-то простуда Сильно Залезаете под одеяло Туда засовываете Чайник В котором Лежат Отваренные Очистки картошки Шкурка картошки Очищенная Отварили Прям чайники Закрытая крышка Немножко конечно Дать остыть Чтобы там Прям уж не было Такого крутого кипятка И вот этими парами Дышать под одеялом Чтобы вас Пробило Ну Еще есть вариант Тоже слышал хороший Когда делается Содосолевой раствор Также он Нагревается Очень сильно И также Вот дышите Ему через Тоже самый чайник Или специальный Может ингалятор У вас есть Вот эти вот Такие средства Довольно таки Хорошо себя показывают Здорово Благодарю Алексей Давай еще раз Вот по сказанному Тобой вернемся То есть не поговорили По поводу ингаляции Сейчас скажем Потом не поговорили По поводу малины Не поговорили еще По поводу чего Я прошу прощения Запамятовал Ну в принципе Вот ингаляция Да и малина Про шиповник Ты сказал Шиповник можно смешивать С той же самой малины Или с чем-то еще Это однозначно Смотри Что касается малины Да действительно Это незаменимо Ее можно замораживать Потом размораживать Очень многие мамы Делают такой рецепт Прекрасно помогает детям Вот эту замороженную малинку Ее заливают Горячей водой Расталкивают ее Там ложечкой Получается такое Прекрасное аппетитное Питье малиновое Малина вообще незаменимая Там можно сейчас Целую передачу Посвятить разговоре О малинах Ее свойствах Ее качествах О том что она Полезно содержится И так далее Вот Что касается еще Других полезных ягод В своей практике Я допустим Использую фихла Я понимаю Что может людям Крайнего севера Сложно произносить Правильно это название Они может не видели Да и звучит как-то так Знаешь Не всегда совсем Ну да У вас не совсем форматно Звучит фихла Главное Последнюю букву Не перепутать Вот Но Вот С медом Если ее смешать Она прекрасный источник И железа И йода Чудесно тоже Помогает Для нашего иммунета Вообще Не замени Вот еще Знаешь о чем они сказали О йоде О том что необходимо Употреблять продукты Садить богатые йоды Морскую капусту Это Рыбу морскую Очень хорошо помогает В холодном климате Не зря жители Крайнего севера Рыбой морской питаются Да и у них все хорошо С восприятием холода И существованием в нем Вот именно Не забывайте о йоде Что касается ингаляции То Действительно Вот рецепты Моего детства Были такие Это дышать над Вареная картошкой Да Это дышать над кипятком Такие вот рецепты И они очень помогали Да Солевые растворы были Еще были солевые повязки Тоже Ну это Рецепты из детства Брали соль Брали соль Иногда сухую Иногда там Овечью шерсть В солевом растворе В 10% Замачивали Потом Через марлечку На горло прикладывали Вот Или на спину И вот этим Вот Прогревали Так что касается ингаляции То В современный период Я бы от себя Порекомендовал Если есть возможность Использовать Компрессорные ингаляторы Они Во-первых Работают При помощи Воздействуют Не горячим паром А паром Комнатной температуры Скажем Называют Холодной парой Не при всех Воспалительных Закаливаниях Дыхательных путей Уместно Целесообразно И полезно Вообще Использовать горячий пар Вот Иногда Это можно Только спровоцировать Что-то А вот Паркомнатная температура Ну или по крайней мере Температура Той жидкости Которая В этот ингалятор Налита Она будет Очень к месту Очень полезна Есть ингаляции Эфирные маслами Но там специально Используются Такие стеклянные Ингаляторы Которые При помещении Наливают В этот Такой стекляненький Ингалятор Эфирных масел Потом его Помещают В горячие воды Эфирные масла Начинают испаряться И человек Дышит ими Тоже Благотворно Но здесь Немножко другая Ситуация То есть испаряются Сами эфирные масла И эфирные масла Они влияют На То есть Не горячие пары А уже сами Эфирные масла Влияют На процесс А Все таки Моя бы рекомендация Использовать Компрессорные Ингаляторы Но Оказано Моя фишка Я сторонник Использования Перекиси Во всех ее Проявлениях И вот На своей практике Я вам скажу Что в принципе Любые Проблемы Дыхательных путей Воспаление легких Бронхит И все подобное А ингаляция Делается В основном Для лечения Вот этих проблем Бронхит Воспаление легких Что-то С дыхательной Системой Так вот Лучше использовать Перекись И перекись Убирает Все эти вещи Во-первых Бронхит Он бывает Либо вирусный Либо аллергенный В основном Это вирусный Ну Аллергиков Я не беру Что-то редкие случаи Но бронхит Это всегда вирусная Штука И Воздействие раствора Слабое раствора Перекиси водорода На вирусный Находящийся Бронхит Он его Сто процентов Уничтожает Поэтому Любой бронхит На любой В принципе Его стадии Можно убрать При помощи Компрессорной Ингаляции Раствора С перекисью Водорода Тоже касается И воспаления легких Это Начиная В принципе Даже от малых Детей Ключают взрослым Единственное Что разница В концентрации Опять же Повторюсь Если это взрослый человек То он Запросто Может делать Себе Ингаляцию Столовая ложка На 200 мл Физорствора Или воды Если это малыш То здесь Концентрация Начинается От 5-7 капель На пол литра Воды И от этого Объема воды Уже берется Маленькая доза Там порядка 10 мл Заряжается Конфессорный Ингалятор И уже Человек Дышит Этим холодным паром Который пропускается Через мебулайзер Вернее Поток воздуха Струя Пропускается Через мебулайзер В котором Содержится раствор И выходит Такой холодный пар Вот Делаем такую Концентрацию Перекиси водорода Дышим Я своим пациентам Еще добавляю Свои травы И они дышат Этими кровяными Составами Соответственно Вы можете делать Тоже какие-то Дышать Настоями трав Которые обладают Противовирусными Свойствами Противовоспалительными Свойствами И это только усилит Магаляция К примеру Взяли Заварили Тоже самый Корень Бадана Который мне Говорил Заварили Кору березы К примеру Сделали Сбор Добавили Туда Немножко Перекиси Водорода Совсем Чуть Немножко Разбавили Для начала Подышали И прекрасное Будет средство Для того Чтобы избавиться От проблем Ходил Алексей Ну Наверное Про ингаляцию Понятно Здесь Вы даже Рассказали Про растирки Тоже Мы коснулись Как-то Про компресс Может быть Еще Что-то Можно сказать И Можно Как-то Переходить Уже К следующему Разделу Только Поближе К микрофон Поближе К микрофон Только Находись Все Я приблизился К микрофону Сейчас Главное Его не укусить Да Значит По поводу Растирок По поводу Растирок Компрессов Ну Что касается Компрессов То Здесь Соль Вне Конкуренции В принципе В любых Компрессов Он бывает В двух Видах Сильные Компрессы В мокром И сухом Как делается Компресс Сухой соли Мы берем Каменную соль Желательно Чтобы она была Не прям Не в пыль Перетертая А такими Мелкими Кристаллами Ее Заворачиваем В несколько Слоев Допустим Трепицы Там можно Простыни Так чтобы Она не просачивалась Не просыпалась Зашиваем С обоих сторон И получается У нас Вот такой Солевой мешочек Его Этот мешочек Мы разогреваем На какой-то Горячей поверхности Можно на сковороде Подогреваем Ну так до теплой температуры Не чтобы он горячий был Чтобы он был теплый Чем отличается соль И чем она очень полезна В таких компрессах Тем что она хорошо Удерживает температуру В себе Кристалл и соль И долго сохраняет тепло Ее можно надолго прикладывать Вот Ну и сама по себе Соль обладает Хорошими свойствами И вот Получили Такой Теплый Сольевой Компресс Подушечку Кладем Сначала Первично На тело На горло Допустим Какую-то трепицу Марлен Можно И сверху На нее Кладем Этот компресс Можно В принципе Хоть уснуть С этим компрессом Вот Это сухой Компресс Солевой Что касается Мокрового Солевого Компресса То он Выполняется При помощи Солевого Раствора Солевой Раствор Должен Должен Лучше Делать 9% Чтобы Не переборщить Потому что Если Вы чуть-чуть Превысите Концентрацию То соль Может Начинать Расследовать Кожные Покровы Поэтому Лучше Делать 9% Содовый Раствор Что значит 9% Солевой Или Содовый Ты говорил Содовый Сказал Я говорил Солевой Солевой Раствор Что значит 9% Мы берем 90 грамм Соли На литр воды Разводим И получается 9% Затем Лучше Использовать Трепицу Из натуральной Шерсти Лучше Если Это Овчина Берем Овечью Трепицу И Мочим Смачиваем Солевом Растворе Выживаем Не до суха А так Чтобы она Осталась Влажной Выжимаем Ее И Тоже Не прямо На тело А через Трепицу Марлечку Прикладываем На нужную Соответственно Солевой Раствор Должен быть Горячеватый Для того Чтобы он Мог Передавать И вот Прикладываем Опять Выжимаем Смачиваем Так Меняем Поддерживаем Температуру В одном И том же Состоянии Затем Здесь уместно Будет сказать По поводу Горячеватого Горячеватого Прекрасная Вещь Замечательная Сейчас К сожалению В аптеках наших Я больше вижу Китайские Горячеватого Чем наши А вот Времена Моего Детства Там У нас были Обычные Советские Горячеватые Горячеватые Которые сначала Нужно было Чуть-чуть Намочить А потом Приклеить На спину И Меня Все детство Так лечили Прекрасную Ноги Рану Так что Рекомендую Можно Также Использовать Если горчичников Нет Ванну Ванночку Парить ноги С горчицей И вообще Парить ноги Прекрасное Средство Для того Чтобы справиться С простудными Заболеваниями Да и просто С переохлаждением Тела Если туда Еще Насыпать Горячеватого Порошка Размешать До горячей Воды Ножки Туда Окунать Внимать Окунать Внимать А потом Дождаться Когда ножки Уже смогут Самостоятельно Устоять Подержать Их там Минут 10-15 То состояние Будет хоть в космос Лететь Так хорошо Будешь себя чувствовать Вот Что можно сказать Еще Про горчицу Еще можно сказать Что Очень распространенный Рецепт Из Опять же Из народных Берете Плотный носок Насыпаете туда Немножко горчицы Одеваете На ночь Носочки И Наслаждаетесь Этими ощущениями Что там У вас что-то Такое Приятное Мягенькое Находится На ступнях Более сложный рецепт Уже это Пробовать Опять же По поводу Переносимости Делать следующим образом Одеваете Плотный носочек Туда Насыпаете горчицы Ну ложку Например Там столовую Или две Кто там побольше любит Ну думаю Достаточно Одной ложки столовой Одеваете На ноги После этого Натягиваете Полиэтиленовый пакет И сверху Одеваете Еще один носок Чтобы этот Полиэтиленовый пакет Держать Желательно шерстяной Но это Опять же Говорю Это надо наблюдать За своими ощущениями Потому что Все таки Горчица Изгорчится И там будет Что происходить Будет выделяться Влага Из ноги И горчица Будет размокать И будет получаться Эффект горчичника Тем более Вот закрытый Такой Получится Закрытое Атмосферное Явление такое Когда вода Не испаряется И плюс Еще прогревание Будет Поэтому Будьте осторожны Кто-то еще Чуть-чуть Добавляет соли Для усиления Этого эффекта Вот А вообще Помимо всего Того что Рассказывал Когда например Солевые повязки Применяется Сухая или мокрая Опять же Тоже можно усиливать Обвязывая Обматывая Полиэтиленом Сверху Это будет Эффект Но опять же Надо следить За тем Чтобы не охлаждалось Это место Поэтому Также покрывают Часто Каким-нибудь Или шарфом Или что-то еще Сверху натягивают И еще один момент Что когда Солевое делается Можно Если это влажный Капельку йода Добавлять туда Чтобы смачивать А если Сухой То в этом случае Сделайте Сеточку из йода Потом Делайте сухой вариант И так же Можно накрыть Полиэтиленом И сверху Чем-то укутать Если нужно Прогревание Если прогревание Не нужно Бывает что Ушибы Например То тогда Не покрываете Ну чтобы Не разогревалось Тогда вот Шерстяного Ничего не кладете Потому что Ушиб Он наоборот Нужен чтобы Так было все Ровненько Чтобы нагревание было А вот если воспаление Какое-то такое Связанное с простудой С чем-то Какая-то точка Активировалась У вас И болит на груди Или где-то еще Где простуда Например Да вот определяется То в этом случае Да тогда Необходимо еще и Прогревать То есть Экспериментируйте Наши слова Никогда не принимайте На сто процентов Что это именно так Всегда сначала Проверьте На себе Подходит ли вам Этот рецепт Например Вот у меня Есть определенная Реакция На чеснок Вот как оказалось Поэтому мне придется Подбирать Меньшую концентрацию Для того Чтобы дальше Не обжигать Может у кого-то Будет реакция Сильная на горчицу Может у кого-то На лимон Может у кого-то Там вообще на соль И так далее То есть Без фанатизма Не будьте так Вот легковерными Проверяйте все Нас перепроверяйте И потом уже Подбирайте Рецепт для себя Ну да Еще Слушай Мы ничего не сказали Здорово ты сказал Конечно Про йодовые сетки Я к сожалению Сам не знал Теперь буду знать Применять и советовать Благодарю Я вот Вы еще ничего не сказали Про уши Вот если у человека Уши воспалились Болят Вот хотя бы Это пару слов Скажем Может быть Ну давай скажем Я потом просто еще Хотел одну песню поставить Тоже небольшую Про здоровье И чтобы Чтобы разойти Чтобы как бы Обивка была Перед наверное Вопросами Перед ответами на вопросы Я ее поставил Смотри Значит Что касается уха То здесь можно Использовать капли Очень хорошо Облепиховое масло Вот Очень хорошо Закапывать туда Камфорное масло Вот Скипидар Хорошо Теплые сухие Прогревания И массаж За ушами Вот прям за ушами Вот посочек Вот эти вот места Вот тут массируют Ну собственно говоря Общих чертах По поводу ушей Это все Далее Что еще не сказал Хотел сказать Вот прекрасный рецепт Атангины Но он Будет кошмар Геморройщика Скажем так Это одну столовую ложку Черного перца Смешать со стаканом меда Принимать по Столовой ложке Три-четыре раза в день Но Прекрасно действует На организм Прекрасно помогает Это не из серии Как в анекдоте Где он Мужик стоит Кошлянуть боится Нет? Возможно Вполне возможно Представляешь Вот столовую ложку Черного перца Смешать со стаканом меда Нет Не представляю Честно говорю тебе Ну Поэкспериментирую Ладно Хорошо Уговори А употреблять По Одной чайной ложке Три-четыре раза в день Даже Не Ну можно по столовой Даже Взрослым Можно по столовой Ложке Три-четыре раза в день Смесь Общий Медовый Вот И еще Про студу Есть такой Интересный Рецепт Это Собираем Много лимонных Косточек Вот именно От зеленого Лимона Собирать Их Взять Перетереть Буху Такое Можно сказать Месиво Мелкое И потом Натирать шею Вот Область В общем Друзья мои Если Завтра Или послезавтра Эфир не состоится Знайте Что виной Это море рад Он отдавал Кучу рецептов А я это все Попробовал Одновременно Одновременно Смешал Это Слабительное Касторку Там Что там еще Усыпительное Косточки от лимона Горчицу Черный перец Черный перец Да Так что Имейте ввиду И пошел спать Да уж Ну ладно Когда ты будешь готов Переходить к вопросам Ты мне одним глазом Так моргни Чтобы я музыку поставлю Перед этим Давай уже переходить К вопросам К вопросам Да Хорошо Вижу Моргаешь Итак Слушаем по теме Музыку Ты же отбивку хотел А? Ты же отбивку хотел Так я и говорю Слушаем музыку И потом переходим К ответам на вопросы Которые в чате Народного славянского радио Появились Так что Ничего Никого не обманываю Музыка Три минуты Тридцать восемь секунд Наслаждайтесь Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор На Народном Славянском радио Напоминаю Что по одному Из современных Календарей 1 ноября 2016 года Вторник По одному Из старинных Первый день Месяца новых Даров 7525 лета Осмится Осенние болезни Не для нас Такова тема Сегодняшнего Живого эфира На Народном Славянском радио Напоминаю Что слушать радио Вам достаточно Войти на сайт Славомир.орг В любом Поисковике Набирайте Народное Славянское радио И получаете Информацию Из первых Рук Не Отцензуренную Не Новоризованную А вот так Как она есть И Автор Сведущий Захар Белинский Ари Рат Итак Мы поговорили Про многое чего Интересное О чем Рассказали Вспомнили Старые Забытые Может быть Кем-то Какие-то Рецепты И теперь Переходим К самому Важному Что я считаю У нас есть В эфире Это Ответы На вопросы Которые Поступают От наших Радиослушателей В чате Народного Славянского Радио Итак Вопросы Эфир От Ярослава Из Ногинска А как же На севере Где полярная ночь Девять месяцев Все Всегда холодно Это мы уже Разобрали В первой части Поэтому Останавливаться Не будем Ари Рат Вполне Подробно Объяснил Я просто Зачитываю Все вопросы Которые идут Так что Не обессудьте А вот Теперь вопрос Который еще Не озвучивали От Владимира Изматищ Арират Каким подручным Раствором И как можно Промывать нос Сколько раз В день Благодарю за вопрос Владимир Я уже Сейчас в эфире Говорил уже Об этом И повторюсь Что Я бы рекомендовал Самое простое Подручное средство Это перекись водорода Берем чайную ложку На стакан воды Сделали Такой простецкий Раствор И пожалуйста Промываем нос И будет очень эффективно Хорошо промываться Прекрасно Можно содой промывать Точно так же Пол чайной ложки Три четверти Целую чайную ложку Соды Кипятком Разбавили Погасили Точно так же Промывайте нос Если Больше грибковая Структура Этой слизи То будет хорошо Помывать содовые растворы Если там больше Вирусность То будет помогать Перекись Ну перекись В принципе Будет помогать В любом случае При грибках И при вирусах Я бы от себя Рекомендовал Использовать перекись Водные растворы На основе перекись Будет вам помогать Прекрасно Сколько раз в день Ну можно Три-четыре раза в день Точно Надо наверное Не забывать Опять же Про индивидуальные Какие-то Отношения Организма К чему-либо Вот например Перекись Подбирайте Такой состав Чтобы она не обжигала Вас Ваше слизистую Это первое Второе Если у вас уже Появилось першение В горле Это говорит о том Что у вас уже Воспалено горло И воспалена носоглотка Поэтому промывание Перекиси Например полоскание Горла Или промывание Носа Может также вызвать Дополнительное Разражение И усилить Эти болезненные ощущения Вот это вот тоже Имейте ввиду Уже неоднократно Проходили такие моменты Человек Уже заболел Уже у него Сопли текут У него уже глаза Красные У него там уже Першит И он берет Ложку перекиси Вливает И начинает полоскать А потом вообще У него там Кровенное такое Ощущение крови То есть он там Сжег Сильно Говорить не может Все там у него Болит Сжет И так далее Вот эти моменты Учитывайте Поэтому иногда В данном случае Если у вас все уже пошло Лучше перекись На мой взгляд Не использовать Если у вас там Что-то щипет И так далее А использовать почаще Промывание Содосолевые растворы Как я говорил Это промывать Но с теплой водой Соль С содой А горлышко Чуть погорячее Воду можно Опять же Чтобы не сжигать Когда у вас там уже Все першит Вот тоже И почаще Тут я думаю Что не три раза в день А как можно чаще Просто подошли Ладошки Даже если нет перекиси И соды И соли Просто в горячую воду Набрали ладошки В рот Прополоскали Один, два, три раза Прогрели чуть-чуть Сплюнули И все И вот так можете Хоть каждые 15 минут Подходить и промывать Достали соль Достали соду Промывайте Достали перекись Промывайте Когда идет болезненный процесс То здесь уже Чем чаще Тем лучше Надо помнить Что горло Шея Должны быть Теплые Разогреты Поэтому есть Если возможность Закутать чем-то шею То закутывайте Если есть возможность Чем-то растереть То тоже растирайте Потом закутывайте И полоскайте постоянно То есть Чтобы было у вас тепло Температура Чтобы была где-то 42-45 градусов Ну до 50 Там с небольшим градусом Для полоскания рта Вот это все В самый раз будет Соль Она всегда смягчает Если вдруг Где-то вам что-то там дерет То соль всегда смягчает Такой получается Физораствор И в этом случае Вы можете этим физораствором И полоскать горло Полоскать нос И будет у вас все хорошо Потому что просто надо Чистой водой Нос очень болезненно полоскать Это надо все тоже Учитывать на мой взгляд Так, идем дальше Вопрос в эфир От Владимира Измутича Ребята, еще хотел спросить Про металлы Люди, как правило Любят носить Всякие сплавы на теле Тем самым Возникают Электрохимические реакции Диффузии металлов В тело Разве это полезно? Я думаю полезно Особенно полезна Диффузия Меди Серебра В тело Я думаю Очень полезно Ну плюс Где же Если человеческий организм И если человеческому организму Не хватает Меди Не хватает Каких-то других металлов То почему бы Не получать их Таким диффузионным Способом Чтобы они проникали Через кожу И дальше уже усваивались Плюс Металл Который носит на теле Он Особенно медь Серебро Они являются Диагностическими Ну и золото В какой-то мере При определенном Использовании Если Наша медь Зеленеет Оставляет зеленый Свет на коже Не важно Где мы его носим На шее На ноге На ноге Там некоторые Особенно женщины Оставляет зеленый Свет То это значит Что через нашу кожу Выделяется Достаточно большое Количество токсинов А Такосина может Свидетельствовать о том Что Перегружен кишечник Ну и К тому же Необходимо попить Жидкости побольше Вот То есть Если будет у нас Больше жидкости В организме Большая часть Эти токсинов Будет выводиться Через мочеполовую систему А так Идет через кожу Через скорую кожу Вот Ну и Да Есть хорошая Нравится мне Теория Слово медицина Откуда прошла Медь и цинк Да Вот когда Одевали на одну руку Медь и на другую цинк Не заметили Что очень хорошо Это влияет То вот Слово медицина Якобы отсюда появилось Не знаю Насколько это сказочно Но во всяком случае Заслужит внимание О том Что да Металл Цветной Который такой Желтоватый Металл цветной Беловатый Они Ну или просто железо Они дают Какие-то Определенные Взаимодействия О чем уже говорилось У нас в сегодняшней передаче Ну а медь с цинком Как тоже создает Определенный потенциал Не тоже полезный Ну да Откуда это пошло Ранее многие лекари Лечили именно Эти металлами Они брали эти металлы В порошок Истолкали Толкли И там Человеку давали Прямо он их ел И вот Цинк Прекрасное противовирусное средство Очень хорошо Правляется С герпесом Ну а медь Само по себе Она Благотворно Благотворно влияет На состояние мышц Сосудов Органов Крови Незаменимые Участвуют В процессах В нашем организме Поэтому Да действительно Медь Цинк Серебро Золото Очень полезно Кстати как золото Может являться Диагностическим Берем золотое кольцо Если он действительно Золотое Не какую-то обманку И по щеке Проводим Если после проведения По щеке Золотым кольцом У нас остается Черный след Это опять же говорит Что через кожу лица Выделяется большое Количество токсинов Здесь идет Излишняя нагрузка На выделительную систему На почке То есть нужно побольше Водички И чиститься Серебро Точно так же При соприкосновении С телом Если выделяется Большое количество токсинов Через кожу Оно начинает чернить В народе Есть такое поверье Что серебро Почернело Значит он захворал Но на самом деле Это Можно сказать Что верно То есть не то что захворал Но признаки того Что организм начинает Нагружаться Здесь такая реплика была От грифа А соль для промывания носа Уже не в моде Почему По-моему Проще ее найти Невозможно На самом деле Соль Уже неоднократно Упоминалось Что соль Соль солевой раствор И так и сяк И сухие повязки И мокрая Повязка с солью И для полоскания И так далее И даже для дыхания Когда смешиваете Соль с содой Не дышать Как ингаляция Но дело в том Что опять же Соль соли рознь Та соль которая является Поваренной Белой такая Экстра И Ну многие Мелкого помола Где именно белая Она выбеленная Имейте ввиду Что тогда Добавляется очень много Добавок Чтобы она и не слеживалась Чтобы она Когда влаги много Не превращалась Единый ком Чтобы она белая была Вот Поэтому Такую соль Лучше всего не использовать Как и для еды Так и для каких-то процедур Лучше использовать Так и натуральную соль Или морскую Или каменную Та которая Без добавок Вот это Лучше всего На мой взгляд Для использования В лечебных целях Ну а уже С точки зрения Питания Кому как Что И как Нравится Так Идем дальше Да Или что-то хочешь сказать Да Идем дальше Конечно Так Дальше Диффузия металлов Все понятно Это объяснили От Владимира Замытич Следующий вопрос От Владимира Замытич Рерат Еще зимой Увеличивается Обострение Хронических заболеваний У лекторов Выкладывающих Свой бред В ютуб Не знаю Про кого Может про меня Как простому человеку Защитить свой мозг Длинными темными Вечерами Выключай ютуб Пусть Владимир Не мучь себя Ну что скажешь Про обострение Хроники У лекторов Слушайте Народное славянское радио Здесь каждый вечер Какой-то эфир Интересный Прекрасно И защитит вас От всех Изумных лекторов Которые есть Длинными темными Зимние вечерами Хотя Шизофрения И проще Бред Он обостряется Конечно осенью По идее В зиме Все должно пройти И утихно И все нормально Да Ну еще весной Там тоже Всплески Потом мы как-то Об этом говорили Ну К сожалению А может быть К счастью Не знаю Но эфиры Народное славянское радио Они отражают Нашу жизнь Поэтому у нас Всякие лекторы Бывают И бывали Есть лекторы Которые одноразово Пришли Что-то такое Сказали И потом Просто-напросто За голову хватаешься Думаешь Ёлы-палы Кого впустил Справку-то Из психушки Не принесли Вот А эфир уже прошел Ну Поэтому и говорим Вы когда слушаете Включайте Здравомыслие Фильтры Включайте Потому что Все мы люди Все мы человек И вдруг Какое-то там Где-то что-то засвербило В мозгах Мозжечок там Зачесался И начинает человек Что-то такое Выдавать перлы Как ему кажется А потом тут Вопросы возникают Вот Поэтому Еще раз Никогда не Вспринимайте Все 100% Сразу на веру В земном смысле Этого слова Вера Вот Всегда проверяйте Всегда включайте Здравомыслие Да мало того Что-то я рассказал Такое Или рад рассказать Кто-то еще рассказал Вы думайте о том Что вы все-таки люди И через себя пропустили Добавили что-то свое Мы можем тоже ошибаться Можем что-то говорить Как нам показалось Вот Или это подходит Только для нас Вам надо Например Что-то другое Так что Это тоже все Учитывайте Вот Так что Защищайте Свою мозг Длинными темными вечерами Вопрос эфира Владимир Азмутич Продолжение Стоит ли устанавливать Дома Небольшую Маломощную Ультрафиолетовую лампу Для бактерицидных Нужб И для компенсации Недостатка солнечного света Или это перебор Прекрасный вопрос Владимир Я считаю Что это очень То что Можно Но и обязательно Стоит это сделать Я например У себя дома Установил Ультрафиолетовый Рециркулятор Не от этого А закрытого Закрытый цилиндр Внутри стоят Две ультрафиолетовые лампы По 15 ватт Каждая Этого хватает На комнату В пределах До 30 км И Пожалуйста Включайте его Он будет Как раз Убивать Все Какие могут быть Вирусы Грибки Бактерии Все что можно Там Этого цилиндра Чем он отличается С одной Или с двух сторон Стоят Вентиляторы Которые всасывают И выталкивают воздух Внутри из лампы И воздух протягивается По этой трубе Мимо света Ультрафиолетовых ламп Там все соответственно Погибает И чисто Очищено Уже Убрасывается В помещение Прекрасная вещь Я всем рекомендую Пожалуйста Особенно если у кого Есть малые дети И больные Дома Чудесно Будет помогать Вот Ну Закрытого лампа Типа конечно Она не особо Обеспечивает Получение Утрофиолета Зимой Для этих целей Можно использовать Отдельно Еще и Такого Открытого типа Какую-то Небольшую К тому же Что еще хочу сказать Что В чем отличие Если открытого типа Все-таки Нежелательно Находиться Под ее Прямыми лучами Потому что Может быть Ожог кожи Да и При определенных Состояниях Это может Кожа навредить А вот Закрытого типа Она может работать В вашем присутствии На ночь Иногда ее можно Оставлять Да и Возвращаясь С улицы Можно на одежде На себе Где угодно Принести Каких-то бактерий Заразить Ими А если Установлена Такая лампа То есть В принципе Очень большая Вероятность Того что Этого не произведет И они погибнут Конечно Очень полезно Устанавливать Думаю Такие приборы Еще не забываем Про ионизаторы Люстры Чижевского И прочие Различных Вариантов ионизаторов Сейчас появилось много Пассивных Активных С вентиляторами Например И так далее Это тоже Можно использовать Так что Берите на вооружение Если вдруг Чувствуете Что вам помогает Ну и хорошо Мы будем рады Тому Но опять же Не стопроцентная Вера Сначала Изучайте вопросы Потом уже На себе Пробуйте Дальше Вопрос эфира От Олега Из Иркутска Здравия Рират Как отличить Психосоматические Причины Насморка Кашля И простуды У человека От таких же Симптомов Вызванных Вирусными инфекциями Как гриппа Айрви И так далее Благодарю Благодарю за вопрос Олег На самом деле Нет никакой Разницы Между Причинами Психосоматическими И физическими Эти процессы Не имеют Критериев Которыми Их можно было Друг подруг Отличать Это процессы Которые следуют Друг за другом И синхронно И параллельно Как мы здесь Уже говорили Ранее разбирали Что Если говорить Про насморк То причина Его Проблема В желудке Проблема С точки зрения Психосоматики Желудок Это отчасти Неуверенность Это стресс Это нервозность И прежде всего Проблема Проблема Начинается На Психосоматике Человек Нервничает У него Есть какие-то Проблемы С неуверенностью Возникают Проблемы С желудком И после этого Возникает Наспорт И параллельно Если запараллели С ОРВИ При имеющихся Психосоматических Ситуациях У человека Появляется Ослабленный Желудок Ослабленный Желудок Соответственно Уже Неудовлетворительная Работа Кишечника Соответственно Неудовлетворительная Работа Иммунная Система И после этого Уже К нам Могут прийти ОРВИ И все остальное Но Поскольку Иммунная Система Все-таки Есть Она Будет Как-то Бороться И будет Выходить Слизь Через нос И Соответственно Появится Насморк И вот Здесь Все эти Факторы Настолько Смешиваются Настолько Входят В обоюдное Взаимодействие Что Выделить Какой-то Один из них И сказать Что В этом Причина Ни в чем Больше Тут Не так Просто Человек Это же Система Взаимодействия Это микрокосмос И Выделять Оттуда Что-то Одно И говорить Что Вот Это Есть Причина Достаточно Сложно Поэтому Здесь И психосоматика И физически То есть Одним Общим Подытожим Можно сказать Где тонко Там и рвется То что Ослаблено Если У человека Есть Уже Психосоматическая Перерасположенность К чему-либо То Можно Не сомневаться Что Если Этот человек Попадет В агрессивную Среду Там Где он Может Подхватить Эту болячку То он Обязательно Подхватит Потому что Он уже Готов К ее Приходу И Даже Если Окружающие Люди Не будут Замечать Этой болезни Которая Находится Вокруг Них Ну Допустим Стоят Несколько Здоровых Люди И Среди них Один Уже Готовый Заболеть Вокруг Летают Бактерии Так вот Здоровые Люди Не поймут Ничего Вообще Не заметят Что вокруг Летали Бактерии А готовый Заболеет Заболеет И Те которые Стоят Вокруг Него Они Не поймут С чего Это он Начал Кашлять Вот Собственно Говоря И здесь Вот как Выделить Отсюда Что Здесь Важно Главное Было Что Летали Вокруг Бактерии И Что Человек Уже Был Готов Заболеть По Своим Психосоматическим Проявлением Этот вопрос В части Наверное Из раздела Яйцо Или Курица Ты знаешь Мы сейчас Затрагим Такую Очень Интересную Тему Биоэнергетическое Воздействие На человека Помимо Психосоматики Уже Близки Мы К этому Всему Что Если Человек Умеет Различать Заболевания Физиологические И энергетические То В этом Случае Он Может Еще Быстрее Себя Очищать И Быстрее Воздоравливает Или Когда Он Помимо Физического Воздействия Например Прогревания Каких-то Может быть Лекарственных Препаратов Еще И Понимает Что Необходимо Поправлять То Что Кто-то Называет Ауру Или Телеса Или Что-то Еще Как-то По-другому Как Канал Например Восстанавливать В этом Случа Проблема Решается Много Быстрее Надо Не отделять Невидимое Непонимаемое Неощущаемое Многими Людьми От Не отделять От того Что является Физическим Физиологическим Вот Поэтому Как говорилось В древней присказке Что мысль материальная Мысль есть все Если Вот ты хороший пример Привел Стоят на остановке 10 человек В нем пролетает Несколько Там десятков Бацилл Да все вроде Вдохнули их Эти бактерии Там Гриппозные Кто-то Кошлинул Да все вдохнули Одновременно Все хорошо Замечательно Но Заболел только Один из этих Десятерых Или наоборот Девять заболели Один не заболел Почему Ну потому что Человек собран Энергетические тела Его работают На уровне Энергии в нем Хорошо перемещаются Вот Энергии перемещаются Кровь тоже Перемещается хорошо Лимфа незастойная Вот Человек занимается Физически Подвижным Какими-то Упражнениями И плюс Энергетически чистый Не вампирит Ни у кого И мысли все на месте Но он Болеть не будет Ему это не надо А Например Из этих девяти Которые заболели У кого-то Мысли черные Кто-то В расстройстве Из-за того Что там на работе Что-то нравится Кто-то Расстройство Из-за того Что с детьми Что-то не то Кто-то плохо покушал Или съел Что-то не то Что его организм Организм Ослаблен Кто-то Чем-то болел Кто-то Не выспался И так далее И тому подобное То есть У кого-то Просто Был Какая-то Может там Лярочка Прикреплена На каком-то уровне И он там Изнывает И не понимает Почему у него Такое плохое настроение Вот эти девять Заболели по разным причинам Но у всех Грубо говоря Там уэрови грипп Да Вот Этот один Чистенький У него и мысли Хорошие Энергетические поля Все выстроены Телеса И так далее Вот это вот тоже Надо все учитывать Но у нас Сегодня не тема Этого эфира Поэтому мы Переходим дальше Для Владимира Из Белгорода Вопрос Как почистить Желудок Кишечник И другие органы Пищеварительного тракта Благодарю Владимир За вопрос Здесь очень важное дополнение Следовало бы сказать Как почистить От чего Потому что чистить Можно от многих факторов Можно чистить От Каловых камней Остатков Каловых масс Поближе К микрофону Держись Чуть Можно чистить От каких-то Завалов пищи Можно чистить От каловых масс Можно чистить От паразитов Можно чистить От грибков Можно чистить От белковых Остатков Поэтому Если чистить От паразитов то это какие-то противопаразитарные травки, полынь, пижма, корень папоротника и так далее. Если чистить от грибков, то это сода, содовые растворы какие-то. Если чистить, допустим, от белковых остатков, то это голодание. Если чистить от завалов кишечника, то это какие-то слабительные средства, вызывающие эвакуацию содержимого кишечника, допустим, там, касторка, или там магнезия, или там сено, что-то подобное. Поэтому, в принципе, я многое перечислил. Выбирай то, что тебе именно нужно. Либо же можно очищать естественность, стимулируя естественную моторику работы кишечника. Для этого нам нужны какие-то вот такие косточковые, может быть, жесткие какие-то плоды, которые волокнистые такие овощи, которые при прохождении через кишечник его раздражали, стимулируют, допустим, отруби, да, при прохождении через тонкий кишечник они его задевают, раздражают, и идет рефлекторное такое сокращение, соответственно, усиливается его моторик, и улучшается работа, соответственно, эти каловые массы выходят быстрее. То есть, нужно понять, от чего именно почистить, и вот постепенно-постепенно этим заниматься. Я думаю, что еще здесь немаловажная тема для чистки желудка, кишечника, это все-таки гладка живота или правка живота, твоя такая коронная тематика, и поэтому здесь тоже надо это упомянуть, потому что многие застойные явления, они в дальнейшем вызывают болезни органов внутренних и ослабление организма, и как раз вот проблемы с простудами и ОРВИ. Давай тоже коснемся вот этого момента. Мы его тоже особо не касались сегодня. Да, действительно, ведь массаж живота, и вот в частности массаж области там, где кишечник, правка кишечника, правка желудка, они очень помогают, они увеличивают иммунитет за счет того, что увеличивается скорость обменных процессов из-за улучшения движения лимфы. Лимфа начинает быстрее двигаться, скорость обменных процессов увеличивается, местный иммунитет усиливается. И вообще иммунная система человека, если, допустим, снять при помощи правки живота, снять все напряжения из кишечника, с тонкого, с толстого, снять напряжение с желудка, с двенадцатиперстной кишки, то вообще вся система усвоения, переваривания пищи, она будет работать в течение, если это будет делать человек, который целенаправленно этим занимается, то проведя определенное количество сеансов, можно возобновить, восстановить систему переваривания пищи. То есть мы улучшим состояние желудка, улучшим все его функции, снимем напряжение с двенадцатиперстной кишки, наладим работу желудочного пузыря, поджелудочной железы, снимем напряжение с тонкого кишечника, снимем напряжение, поднимем поперечно-ободочную кишку, снимем отеки воспаления с толстой, сигмовидной кишки, и наш желудочно-кишечный тракт заработает как часы. Тогда мы будем здоровы, будем жить долго, счастливы, радостны, веселы. Здесь массаж живота, правку живота, ладху живота, ее значение просто огромное, неоценимо. И то, о чем мы в этой передаче говорили, что можно применять, какие средства, как по своей сути, это все вспомогательные средства, а основным по своей силе воздействия, по комплексности воздействия, может являться именно травка живота. Ведь, чтобы мы не приняли внутрь, какое средство, до адресата оно доберется только в том случае, если у нас все эти системы работают нормально, если у нас кровь хорошо умывается, и ведь, смотрите, к примеру, если мы воздействуем при помощи какой-то травки, на, допустим, почки, на какой-то, на печень, то в полной мере наше воздействие будет оправдовано тогда, когда, к примеру, печень хорошо сама кровоснабжается, когда почки хорошо сами кровоснабжаются, и тогда лекарства придут в достаточной мере. Если же кровоснабжение печени затруднено, или почек, то, соответственно, и доза лекарства туда придет меньше, и даже воздействия будет меньше ожидаемого. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы наш живот всегда был мягким, всегда был безболезненным, всегда нас радовал, и желательно смотреть, чтобы почек наш никогда не улыбался. То есть, если, образно говоря, почек наш улыбается, значит, какая-то часть кишечника подтянута вниз, подтягивает вниз, и снизу получается такая вот, как выемка, образно говоря, улыбка, и тогда нужно кишечник наш, вообще живот в целом поднимать вверх, золотник в крови, вот, так что следите за своим животиком. Благодарю вас. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Рират, поясни явление. Когда человеку холодно, он не может уснуть или просыпается, когда температура помещения падает. Но в СССР проводились эксперименты с добровольцами, на предмет того, какие предельно низкие температуры может выдержать человеческий организм. Под присмотром медиков, людей, добровольцев из теплого кунга передвижной лаборатории выводили на холод, при этом в качестве датчика температуру электрально вставляли специальный градусник, так как в прямой кишке тепло из организма уходит в последнюю очередь. Объясни физиологию этого процесса с твоей точки зрения, почему при очень низких температурах человек засыпает. И главное при этом не дать человеку уснуть. И если он уснет, то уже навсегда. Благодарю. Интересно. Благодарю за вопрос. Очень интересно. Действительно, дает богатую пищу для размышлений. Но основной мотив, я думаю, здесь тот, что сознание отключается в самую последнюю очередь, когда организм предпринимает какие-то крайние попытки для того, чтобы каким-то образом себя выкинуть. Здесь, может быть, можно провести аналогию к гипоксии, потому что гипоксия это тоже своеобразный процесс умирания. Когда мозг понимает, что где-то есть зажим сосуда, ему нужно от этого освободиться, он запускает программу расслабления. Здесь же человек перед тем, как погибнуть, на холоде, он засыпает. Затем уже, ну, конечно, здесь крайне замедляются обменные процессы, здесь замедляется ток крови, сердечный ритм замедляется, ритм головного мозга, и сознание просто-напросто отключается. Затем уже вероятно подсознание какие-то попытки предпринимает, но по поводу того, почему человек засыпает, я думаю, что просто как бы физиологически уже тело не может поддерживать сознание в ясном состоянии. Что касается, почему температура из ректального, вот из прямой кишки уходит в последнюю очередь, ну, я считаю, что, во-первых, физиологически сила тяжести так воздействует на наш организм, что внизу живота у нас такое естественное место для сбора крови, причем, где ее можно замерить, да, но приток, и отток крови из ног бывает иногда затруднен, и опять же, он зависит от состояния таза, от состояния низа живота, то есть, низа живота, это своеобразный такой сосуд, в котором так или иначе скапливается жидкость наша кровь, лимфа, прочее, в том числе, и, в принципе, наверное, естественно, именно туда вставлять датчик, который бы измерял, вот так, можно сказать, посмертную температуру тела, когда человек полностью охладевает, вот, то и почему при очень низких температурах человек засыпает, я думаю, что просто биологические процессы крайне замедляются, у тела физиологически нет возможности дальше поддерживать сознание, ясно, состояние, возможно, в неясном состоянии сознание как-то поддерживается до самого последнего момента, может быть, как будто бы дом состоянии, еще в чем-то, я, например, на своем примере, что могу сказать, в возрасте 14 лет у меня была клиническая смерть, у меня делали операцию, и, в общем, на операционном столетии сердце становилось, мне это потом рассказывали, а я могу рассказать о своих ощущениях, которые испытывал, и в какой-то момент я просто очнулся внутри своего тела, как очнулся, это я сейчас уже интерпретирую внутри своего тела, тогда я просто проснулся, но обратил внимание, что лежу и не могу пошевелить ни ресницей, ни пальцем, и я понимаю, что со мной делают какие-то манипуляции, я ощущал какие-то толчки, я потом анализировал, вспоминал, что мне рассказали, и понял, что, наверное, мы делали искусственное дыхание, не прямой, но массаж сердца, и я пытался людям снаружи подать сигнал, ребята, я проснулся во время операции, что-то не так, усыпите меня снова, то есть я пытался им как-то дать знак, что что-то не так, при этом я не мог ничем пошевелить, я полностью себя осознавал, кто я, что я, где, но не мог ни ресницы, ни глаза, ничем, может быть, и вот человеку во время замерзания, когда он засыпает, может быть, он попадает в такое же состояние, только активная фаза сознания отключается, и он переходит в некое другое состояние, может быть так, может быть так. Да, понятно, но разные проводились эксперименты, и сейчас проводятся, были, например, эксперименты, которые фишированы, когда человека помещали в ванну, охлаждали воду до температуры ниже 36, и он там все тело охлаждалось постепенно, человек впадал в коматозное состояние, потом врачи быстро его доставали, растирали, включали там обогрев, выводили его из коматозного состояния, и обнаруживалось очень часто, что многие неизлечимые, на первый взгляд, заболевания, они просто проходили такое ощущение, что организм обнулялся, то есть память на заболевание, на какие-то неприятные моменты, просто мозг их сбрасывал, в обнуление происходила программа, психосоматики, и человек просто выздоравливал моментально буквально, после, на следующий день чувствовал себя прекрасно, вот такие эксперименты тоже проводились, но никому не рекомендую самостоятельно это делать, чтобы потом не быть ответственным за кого-то, что кто-то там решил меня послушать, полез в холодную ванну, там себя заморозили, а потом оттуда с того света мне стучат, говорит, Алексей, а вот ты там не предупредил о чем-то, вопрос эфира Данила, здравия со ведущим, Захар, используешь ли ты в своей лечебной практике корень Пастернака, если да, то в каких случаях, благодарю за ответ, к сожалению, в своей лечебной практике корень Пастернака не использую в лечебной практике, я использую его иногда в столовой практике, я его ем, Пастернак, и он сам по себе представляет из себя горечь, то есть если переложить его на лечебную практику, то как горечь его можно использовать для активизации и стимуляции работы желудочно-кишечного тракта, для стимуляции желчьего отделения, вот, и как желчегонное средство, может быть, он будет и полезен, ну, помимо всего, короче, наверное, так. Да, еще и Пастернак в литературной практике известен. Хорошо, Степан, лет 7, пользуясь аппликатором Лепко, очень хорошая вещь, прослушать бы, послушать бы создателя этой штуки в эфире. Такая реплика прозвучала. По возможности, пригласим, послушаем. Дальше, Баян, здравия всем, в одну из передач я рад посоветовал, поведовал про рецепт Чингисхана и про то, что чеснок способствует очищению крови. Несколько лет моя ноздря была забита с какими-то выделениями. Не смог даже дышать, не мог даже дышать через нее, с ошибками написано, поэтому прошу прощения. Не мог даже дышать через нее, нужно было ставить капли, чтобы дышать через нос, а не через рот. Они помогали, но эффект был ненадолго. После передачи стал принимать по 2-3 чесночинки по вечерам перед сном. Мелко рубленые, с водой. Поглощал, не сживал. Сейчас но могу ощущать, что означает дышать легко через нос. Благодарю, Арирада. Ну, Слава, хорошо, я рад, что вам наше эфире помогает. Следующий вопрос от Андрея. Здравия, соведущим. Арирад, ребенок ездил в Крым на 40 дней в период цветения каштанов. У него началась аллергическая реакция. По приезду в Ексеймург врачи пытались развести на сдачу анализов на аллергены. Но участковый врач, хороший мужик, и сделав простой анализ крови по нему РОЕ в норме. Через 3 недели прошла заложенность носа. Но часто летом бывает заложен нос у дитя 6 лет перед сном. С чем связано и как поправить? Благодарю. Благодарю за вопрос Андрея. Ответить на него я могу, наверное, так, что с чем связана заложенность носа и как ее поправить. Но заложенность носа связана с тем, что в организме присутствуют какие-то вирусы, грибки, либо бактерии. Именно гибель их от эфетенцида или пыльцы и каштана обусловилась аллергической реакцией. Пыльца на организм вашего ребенка действовала таким образом, что внутри него погибали вот эти вот, скажем так, вирусы или кровь, какие-то там было. И из-за того, что причем не просто погибали, а больших количествах, потому что скорее всего пыльцы вокруг было обильно, и большое количество погибших этих товарищей, они опять же выводились вот через нос, о чем мы уже разговаривали в эфире. И вот этим было бы условно насморк. Если говорить о том, что через три недели прошло, то можно сказать, что в принципе возможно за три недели большая часть этих погибших товарищей была выведена из организма. что сейчас периодически насморк перед сном, а летом часто будет заложен нос в летящий свет перед сном, но вероятно летом все равно там постоянно что-то цветет, и то, что цветет, каким-то образом воздействует. Поэтому опять же аналогично с начальным ответом на вопрос происходит выделение износа. Что можно посоветовать? Очищать организм прежде всего можно кровушку почистить, как пить соду по утрам, то есть там 1,5 чайной ложечки для ребенка, заливаем полстакана член кипятка, к крайней мере начать можно с этой дозы, если ему вкус не понравится, можно еще уменьшить. Заливаем там еще полстакана, и вот эти вот стаканы, сколько он там выпить, выпить целый стакан, нормальный, выпить меньше, то есть меньше. Вот так вот хотя бы в течение не метится, чтобы попить. Потом, если у него все нормально поджелудочное, железо с желудком, нет там никаких хорозивных гастритных состояний, то можно попробовать чеснок. Чеснок небольшими дольками каждый вечер за ужином, чтобы он попринимал там в течение 21-28 дней, чеснок тоже помогает кровь почистить. Ну и какие-то травки можно вот кровоочищающие попринимать. Те, что растут в вашем регионе, желательно принимать травки, которые растут рядом с вами. В целом провести очищение как-то организм, посмотреть, что вам доступно, что вы можете почистить кишечник, печень, почистить лимфатическую систему, кровошку, отдыхательные системы посмотреть там, как. И постепенно, постепенно, как организм очистится, то вот эти все аллергические явления тоже будут проходить. Благодарю. Единственное по соде еще. Если вдруг не нравится вкус, то можно как-то обмануть рецепторы. Сода очень легко забивается или солью, или медом, или чем-то еще таким, что натуральное, не химии какой-то. То есть, ребенок может не принимать соду, хотя некоторые дети наоборот, соду могут ложками есть. Но если вдруг не принимает соду, то этот случай можете сделать, например, попробовать, если нет аллергии у него на мед, то с медом как-то смешать и дать ему сладкую водичку выпить. Или если тоже не пройдет, то рецепторы будут все равно действовать, улавливать, вкус соды и будет его отвращение дорвотного, то в этом случае с солью наоборот. Соль тоже забивает. Но только не пересерчьте с солью. Должно быть такой легко-легко подсоленной типа борща. Тоже с солью увлекаться особо не надо. Вот это предупреждение. Но с точки зрения того, чтобы забить вкус соды, то соль один из вариантов. Но надо искать другие еще способы, подходящие конкретно в вашем случае, начиная с меда и чем-нибудь может быть другим. Дальше. Вопрос эфир от Волги и Саратовской области. Здравия всем! Поздней осенью появляются сезонные боли в области сердца. Какими средствами можно поддержать здоровье сердца в межсезонье? Благодарю. Благодарю за вопрос Волга. Здесь прежде всего важно понять, почему они там появляются. Боли в области сердца могут появляться связанные из-за почек, могут быть связаны с скажем так лицеокальным углом, там где тонкий кишечник в толстый входит. Там может быть какие-то воспалительные процессы. Какие-то могут быть процессы не обязательно воспалительные. Может напряжение, может смещение, воспаление в почках происходит. Это отражается на сердце. Простейший способ как поснимать болевые ощущения сердца это найти у себя место на теле, на плечах, где мышца шеи боковая, она называется кишечник-сосовидная, она пересекается с ключицей. И вот в этом месте под ключицей там находится вот такая зона при надавливании, на которую если ощущаем болезненность, то эта болезненность может эрадировать плечо, спину, но вообще там находится нервный узел, который управляет работой сердца. И вот очень часто болевые ощущения в области сердца, дискомфорт в области сердца, они называются именно вот проблемой в том, что мышцы находящиеся непосредственно в близости это пространство, оно напряжено и немножко поддавливает этот нервный узел. И уже начинается перебой с работы сердца. Так вот вот это место, которое я описал, что область пересечения вот этой вот ключицы-сосовидной, мышцы с ключицей чуть-чуть под нее и вот там разминать, чтобы место стало безболезненнее. Так вот мы улучшим работу сердца. Плюс обратить внимание на почки, плюс обратить внимание на нижние отделы кишечника тонкого, на слепую кишку, там подправить. И вот этим можно улучшить. Почему в межсезонье, как раз как я ранее говорил в эфире, что в межсезонье может оказываться дополнительное воздействие на почки, может оказываться дополнительное воздействие на кишечник, имейте ввиду. Еще маленькое тоже дополнение с моей стороны. Если где-то напряжены мышцы и вот эти вот места очень болезненные, о чем Айрад сказал, то в этом случае надо понимать, что это компенсация чего-либо в организме. То есть где-то что-то не так работает и в тонусе постоянно находится здесь у вас что-то. поэтому я еще на всякий случай рекомендую проверить позвоночник на предмет смещения или сколиоза как раз в области сердца. Если вдруг вы сходите в панувальчике и он там прохрустит и все поставит на место, то очень часто многие болезни проходят и в сердце и в почках и так далее. То есть вот мы здесь говорили уже и про латку живота, но надо забывать, что есть еще и позвоночник, это ось всего вашего организма и что они взаимосвязаны. И животик может болеть из-за того, что позвоночник как-то искривлен или где-то что-то поджато или где-то что-то смещено. И также может позвоночник болеть, потому что в животике что-то не так. То же самое и на уровне сердца и других органов. Поправьте позвоночник, займитесь гимнастикой для позвоночника, вытяните позвонки и многие проблемы с внутренними органами, в том числе и сердцем, они как-то так сами собой в большинстве случаев проходят. Обратите внимание, что вы носите, какая обувь, потому что может быть переходите на другой вариант обуви и у вас стопа неправильно работает, может быть плоскостопие развивается, значит супинатор надо подложить или сделать самостоятельно что-либо, что изменяет изгиб стопы нижней части. Вот, измените, значит будет нормально работать опорно-двигательная пора, значит позвоночник не будет перенапрягаться, значит у вас будет более-менее прямо работать, значит не будут натягиваться вот эти вот мышцы, о которых говорил Рерат, и в общем-то с органами будет попроще, то есть видите, все взаимосвязано в нашем организме, просто посмотрите внимательно на себя, на свою осанку, что одеваете, что носите, может быть застужение у вас какое-то происходит осенью, кто-то там где-то что-то открывает или закрывает как раз позвоночник, какие-то органы и так далее. Проанализируйте, что вокруг вас происходит и как реагирует ваш организм. Может какие-то тяжести потаскали, может быть здесь психосоматика подключилась, например какую-то осень что-то случилось у вас, где-то вы понервничали, что-то там потащили, позвонок у вас там как-то искривился, ну что-то такое защемление было и каждую осень у вас происходит психосоматическое напряжение, может быть там опять же с биоэнергетикой уйдем, не хочется мне сейчас туда залезать, вот в общем вариантов много, но проверяйте как работает живот, есть ли это напряжение, правильно ли у вас позвоночник находится, что вы кушаете и какие там у вас ступни, что у вас в ступнях. Идем дальше. Идем дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Известно, что водные процедуры полезны для закалки организма, укрепления его иммунитета, в том числе и чтобы человек не постужался или легче переносил недуги. Подскажите, Арилат, после 45-минутного плавания в бассейне со стандартной температурой 27,5 идет позыв организма сходить в туалет по-мелкому. Что это? Остужаются почки или через изнился глотку попадает определенное количество воды из бассейна, в которой присутствуют определенные добавки для ее обеззараживания. Благодарю. Благодарю, Олег, за вопрос. Я считаю, что здесь все банально просто. Просто как бы сжимается мочевой пузырь и у вас появляется позыв сходить в туалет по-мелкому. Вот и все. Ну и плюс, конечно, может быть, на почке немножко идет воздействие, может быть, не. А так уже так приохнаждается, напрягается, это все всего лишь усиливает от пузырь. Но в целом это из-за сокращения мочевого пузыря происходит, и ничего более. Просто он уже остыл и начинает потихонечку сокращаться. Поэтому, когда мочевой пузырь расширен в обычном состоянии, в нем есть определенное количество жидкости, при его сокращении уровень жидкости уже подходит к уровню клапана мочеиспускательной канала. И как только уровень жидкости подходит к уровню этого клапана, то, естественно, появляется позыв к мочеиспусканию. Соответственно, размер уменьшился, объем заполнения мочевой пузыря соответственно, увеличился и идет под их туалет. Все естественно, все нормально. Я думаю, что в данном случае это никак не связано с тем, что вы наглотались какой-то воды с хлоркой или еще с чем-то. Вот. Если бы это было так, то прежде всего дал бы знать о себе желудок и дала бы знать печень. Вот. Если вы что-то наглотались, то прежде всего это было действовало на желудок, там, желудки почувствовали какой-то дискомфорт, тошноту, но потом уже в крайней стаде, вот в конечном счете это уже в самый-самый последний момент могло воздействовать на почке и мочевых пузы. Ну, не факт. Может, Олег у нас фанат бассейновой воды так как и занырет, чтобы никто не видел к одному приблизиться и давай там хлебать ее. Он говорит, давай плавать, как будто все нормально, там ничего не... А потом вылезает, а там литра три из бассейна ушло. Ну, ладно. Шутки шутками, давай дальше. Вопрос в эфир от Михаила из Москвы. Здравия Рират. Как ты относишься к применению бальзама звездочки при профилактике заболевания и безвредно ли применение? Благодарю. Благодарю за вопрос, Михаил. Я считаю, что это прекрасное средство и я сам на себе и пациентам рекомендую использовать бальзам звездочку. Подносом ее мажем, нормально, чтобы дыхание проходило. При условии, что дышит через нос, все дыхание проходит через пары, через все эти активные вещества. Я думаю, что применение ее безвредно. По крайней мере, мне неизвестны какие-то вредные явления, вредные последствия от ее применения. А вообще-то не думал по поводу того, может быть, создать какой-то аналог звездочки только из того, что у нас растет в наших садах и огородах? Знаешь, честно говоря, не думал. Честно говоря, не думал, но основной элемент звездочки это камфора. И там уже какие-то добавки. Единственное, такой активный элемент камфора, мне пока неизвестен. У меня сейчас голова забита тем, я с гранатом что-то делаю, пытаюсь что-то из граната выжить, скажем так. Сборгар получится. Да уж, экспериментатор. Ладно, Елена777, вопрос эфир. Как вы относитесь к лечению хозяйственным мылом? Благодарю, Елена, за вопрос. К лечению хозяйственным мылом отношусь прекрасно при том условии, что это мыло максимальной концентрации, сколько это 82, 82,5% кальция. Хозяйственным мылом можно очень много лечить. Это щелочь сама по себе, ей прекрасно воздействовать на кожу, ей прекрасно воздействовать и на более глубокие слои нашего тела, через поры, чтобы оно проникало, при помощи выхлопывания, то есть намазались хозяйственным мылом и давая себя выхлопывать, вбивать, скажем так, это хозяйственное мыло внутрь себя, чем самым, создавая в этой области такую человечную среду. Хозяйственное мыло прекрасное средство, но единственное должно быть натуральным, хозяйственным мылом с более низким содержанием и химические какие-то. Я думаю, что здесь в лечебном плане будет неуместным, а вот настоящие, скажу так, они очень полезны. То есть пальмовое масло здесь не катит? Нет, пальмовое не катит. Хорошо. На самом деле много историй существует, когда человек поранился или кто-то его там укусил и вот под рукой было только хозяйственное мыло еще в советские времена и он просто так брал, намазывался им очень активно бежал к врачу и врач говорил, все правильно сделали, вот так и надо было. Молодец там или молодица. Так что не всегда просто. Даже были случаи, когда кто-то пытался лечить что-то внутри и поедает мыло в небольших количествах. Ну, не готов я отвечать, что там дальше было и как. Вот. Ну, знаешь что, кто-то пытался так лечиться. Пачев Роман. Вопрос в эфир. Здравствуйте, Рират. Мой вопрос про болезнь относящийся к теме передачи, но буду очень признателен, если ответите. С помощью каких средств лучше бороться с грибками типа кандида на кожных покровах? Спасибо. Благодарю, Роман, за вопрос. Ну, для меня самым сильным противогрибковым средством является сода в различных ее вариациях. Здесь можно и как содовые ванны принимать, здесь можно и прям накираться содой прямо по коже сверху, принять душ так, чтобы тело было влажное и прям братье сухой содой натираться. Вот. Можно какие-то компрессы содовые прикладывать. И если это действительно кандида, то от соды он начнет моментально уходить. Сода это сильнейший фунгицид. Почему сильнейший? Потому что может быть он действует не так сильно, как некоторые, например, искусственные препараты, медикаментозные. Но сода это единственный препарат, к которому я не имею в виду перечиск водорода, вот такой, к которому у грибков нет привыкания. А практически все остальные препараты через 2-3 недели они уже не действуют на эти грибки. Поэтому сода единственный фунгицид самый сильный по своему продолжительности действия. То есть он действует всегда и весь день на грибки и в принципе стопроцентно их уничтожает. Поэтому я бы рекомендовал соды. А так помимо соды еще можно использовать полуин, еще можно использовать пижму, можно использовать другие травы, которые обладают достаточной степени токсичности для того, чтобы убивать грибки. по секрету вам скажу, друзья мои, что рират иногда изготавливают какие-то растворы, которые можно у него попросить и по почте он вышлет. Так что мне он недавно прислал растворчик такой, бутылочку. Ты его пробовал? Чего его пробовать? Потреблять надо. Сало, но и сало чего его пробовать-то? Ладно. Мы об этом поговорим после эфира. Ну, просто так на всякий случай, что если вдруг вы по каким-то причинам не знаете какие травки, как чего делать, то вот обращайтесь к Рирату, он в этом деле поможет. Пишите нам на радио, будем всем отвечать. Да. Ярагор, вопрос в эфир. Рират, есть ли информация о влиянии комнатных растений на горинут человека? Я имею в виду не сок, а только энергетическое воздействие. Ярагор, благодарю. Есть ли информация о научных исследованиях, то у меня нет. по своим собственным наблюдениям, то вообще по своему измышлению, я считаю, что есть. И энергетическое воздействие. Во-первых, я уже в прежних эфирах говорил, что растения несут в себе определенную энергоинформационную структуру. Каждое растение несет в себе определенную энергоинформационную матрицу и по-своему влияет на людей. И когда мы приготавливаем из этих растений какие-либо снадобья, причем приготавливаем таким способом, чтобы эти структуры не разрушать, не используя агрессивные среды, без использования высоких температур высококонцентрированных составов, то есть медицинского спирта, еще что-то, то есть как-то так лояльно при температуре 35-40 градусов это все извлекаем потихоньку, неспешно, то мы сохраняем в этом веществе вот эту психинфра, энергия информационную структуру. И потом она переходит в нас. Причем не нужно забывать, что растения это живые существа, такие же, как мы с вами. И естественно они при вхождении в контакт с растениями между нами идет определенный обмен, можно даже сказать энергообмен. И каждое растение, свой вид растения точно так же как человек, он разного может влиять. Какие-то растения могут поглощать энергетику, какие-то растения могут давать. Допустим, если, конечно, я ничего не путаю, по комнатным растениям я небольшой специалист, кто из них что дает, а кто из них что забирает, вот знаю, что береза забирает, береза забирает, а ольха или осина, нет, осина забирает, а ольха и береза они дают. То есть, допустим, возле березы, обнимшись с березой, можно достаточно долго простоять, а вот возле обнимать осину на долго не стоит. Чуть-чуть пообнимал, понаблюдал за самочувствием. Как полегчало, так и хватит, потому что можно забрать лишнее. Станет плохо. Вот я думаю, точно так же и с комнатными растениями. Там, скорее всего, нужно опытным путем понимать, входить в взаимодействие с растением, то есть, как мы его берем за листики, находимся рядом с ним, стоим, смотрим, наблюдаем за своими ощущениями, что мы чувствуем, что мы при этом ощущаем, ну и так далее. каждый, кто как может воспринимать на каком уровне. И, соответственно, уже понимаем, что для нас это растение, полезно или не полезно, и как мы можем его использовать. А вообще, люди, которые специально посвящают определенное время своей жизни практике взаимодействия с растениями, они могут очень много информации получать от растений, просто взаимодействуя с ними, развивая свои интуиции, развивая способы восприятия информации и могут очень много об этом рассказать. Возможно, может быть, когда-нибудь у нас получится сделать такой эфир именно по таким аспектам, но, конечно, нужно подготовиться к нему, нужно как-то так преподнести, чтобы не дискредитировать самих себя как вроде бы серьезных людей. Ну, наверное, как. Да, но в любом случае, я думаю, что если вы будете практиковать какие-то упражнения, связанные с биоэнергетикой и сенсорикой, биосенсорикой, в этом случае вы будете только развиваться, ничего плохого от этого не будет. Не надо здесь какие-то дебри, мне кажется, а вот хотя бы ощущать ладошками что-либо, научиться развивать кожное зрение. Это, наверное, только вам на пользу пойдет, потому что тогда вы сможете контактировать с живыми организмами не только с точки зрения контакта физиологического, но и с точки зрения ощущения на расстоянии, энергетики, биосенсорики, видения, какие-то, может быть, даже будете улавливать посылы положительно-отрицательные. В этом случае тогда вы сможете выбирать себе растения, усиливающие что-либо или ослабляющие что-либо необходимые какие-то моменты вашей жизни. Но в любом случае, что я рекомендую настоятельно от себя, это иметь зимой с осени по весну небольшой огородик, может быть, одноярусный, может быть, двухярусный или трехярусный у себя хотя бы на кухне. Например, посадить в одном из ярусов два-три вида земляники ремонтантной или клубники ремонтантной. Ей только нужен свет, тепло и вода. В принципе, нас будет радовать ягодками, листики можете употреблять как для заварки в чай, можете посадить мяту, какие-то еще другие растения, которые могут у вас расти, обязательно укроп, петрушечка, вот эти все моменты, кто-то даже салаты выращивает, естественно, лук. Вот эти растения, они и красивые, они и полезные, они насыщают ароматами вашу квартиру, ну и вообще зелень вот в данном случае будет очень-очень уместна, так что не постесняйтесь, сходите в магазин, если не на земле живете, купите какую-нибудь готовую там торфяную почву, горшочки или лотки, вот, купите лампочки для освещения, несколько штук, и будет вам счастье зимой, это будет радовать ваш глаз, на столе будет у вас немножко всегда свежей, пахучей зелени из магазина, которая там потеряла, а такой аромат, и буквально там несколько лепесточков, ну, в зависимости сколько вы будете выращивать, конечно, ну и насыщение, живые организмы полезные, они всегда хороши, вот, здесь уже сразу гриф посоединяется с эндиодами, это все дело освещать, растет изумительно, даже ягодки дает, вот видишь, Гриша как поддержал меня, так, ладно, ну давай вопрос из Иркутска, от Олега, Рират, знакомо ли тебе такое упражнение из славянских выздоровительных техник, как жгонка, и позволяет ли занятие этим упражнением в течение дня, по твоему мнению, производить балансировку внутренних органов живота, приводя к улучшению их функционирования, как заявляют авторы данной методики, благодарю. Благодарю, Олег за вопрос, я думаю, что позволяет действительно это упражнение балансировать, поскольку в нем есть и движение вправо-влево, и горизонтально, вертикально плоскость, для того, чтобы балансировать положение внутренних органов, соответственно, их нужно перемещать вправо-влево и вверх, не вниз, а вверх, вот, поскольку в этом упражнении все вот эти движения есть, то я думаю, что это упражнение позволяет производить балансировку. Ну и соответственно, если происходит, если орган возвращается на то место, где он должен находиться, то функциональные способности улучшаются. Наверное так. Хорошо. Пачев Роман, вопрос эфира. Я все со своими баранами. Арерат, расскажи, пожалуйста, немного об очистке кишечника организма от тех же грибков. А, ну, от грибков мы чистим при помощи соды кишечника. Делаем промывание кишечника содой, вот, ректально, и пьем соду. То есть, ректально мы как делаем? Мы берем, значит, комплекс такой из трех промываний. Сначала мы промываем слегка подсоленной водой при температуре 20-22 градуса в объеме где-то полтора-два литра. Подсаливаем чайную ложку морской соли на литр воды. Сначала обводим такую клизму. Такое вливание делаем при помощи кружки эсмарха. Кружка эсмарха это такая большая грелка с трубочкой. Вот, затем мы делаем вливание содового раствора. В объеме где-то тоже полтора-два литра. Содовый раствор у нас в концентрации одна столовая ложка на 800 миллилитров при температуре где-то 37-40 градусов. Вот. Влили его в организм задержали до получаса сколько получится 5-10-15-20 минут 30 минут хорошо. Затем через какое-то время выпустили. Когда выпустили хорошо было бы понаблюдать что из вас выходит. Выходит ли слизь какие-то белые образования и так далее. И затем после этого снова как в пункте первых промываем подсоленной водой в объеме где-то полтора-два литра при температуре 20-20. Промыли. Это на мой взгляд один из лучших способов промывания толстого кишечника соды. В основном если какие-то грибковые залежи случаются то они случаются именно в толстом кишечнике. Он наиболее благоприятен для развития грибков еще и с той точки зрения что там температура достаточно высокая и грибкам там более благоприятны нежели в тонком кишечнике. В тонком кишечнике чаще у нас черви обитают. А вот в толстом ну помимо червей там в слепой кишке вот поперечной ободочной там еще грибки могут быть проявлениями наиболее такими это как слово из головы грибнице своеобразный орган размножения грибницы полипы полип вот эти вот так называемые полипы это не что иное как разбрасыватель спор в нашем организме и вот в виде полипа фонетологии представленные либо в виде вот таки наростах белых слизевидных различных цветов желтых коричневых черных в зависимости от того какой гриб уместно делать такие промывание кишечника причем промывание кишечника такое нужно делать из положения лежа на левом боку ноги поджав груди согнутые в коленях для того чтобы удобно было вводить таким образом раствор будет вводиться попадать сразу в сигмовидную кишку и меньше в него будет возможности вероятности чтобы он назад начал вытекать если делать из колено лодки не так эстетично но вот касаемо всяких выростов которые среди которых и полипы там еще какие-то бывают варианты то есть на той взгляд это все-таки проявление грибковой да в первую очередь зараженности на мой взгляд да и бывает так что человек приходит например весной пришел ой у вас там выроста давайте на операцию положили там ему засунули кое-чего все почистили говорят ну теперь гуляйте смело все хорошо следующую весну или осенью приходит у него там опять вот такие моменты вот на моей практике уже неоднократно были случаи ты говоришь человеку ты занимаешься ерундой ты не лечишь не исцеляешься ты не убираешь причину у тебя чистят следствие все равно что с раны слизывать гной или там стирать гной но при этом саму рану не лечить которая заражена ты рану свою поправь и гной сам тогда пройдет вот наверное это из этой же серии да да конечно и получается что в первую очередь это содовые вот такие вливания они позволяют грибки из кишечника убрать из толстого да они уничтожают ну вот видите еще параллельно и поэтому прошлись ну что ж все вопросы мы с тобой прочли далее ответы как смогли 1 ноября на дворе 2016 года вторник первый день месяца новых дорог 7525 лет осьмица осенние болезни не для нас такова тема сегодняшнего эфира Захар Белинский арират и когда все вопросы озвучены ответы даны нам наверное надо переходить к заключительной частью нашей беседы то есть подводить итог сегодняшней нашей встречи и желать что-либо хорошее нашим добрым друзьям пожалуйста ну народ что хочу пожелать может желать посоветовать старайтесь в прохладное время года употреблять пищу как можно более теплую чтобы ваша еда и питье были всегда теплыми постарайтесь воздержаться от употребления прохладной еды старайтесь пить как можно больше воды желательно чтобы она была теплой очень важен эмоциональный фон старайтесь большую активность проводить в период солнечного времени суток старайтесь просыпаться солнышком в принципе сейчас такое время что можно и раньше чуть просыпаться но тем не менее ложиться тоже в принципе не особо солнышком получится старайтесь как можно больше активность проводить солнечное время вот причем сейчас еще такой период когда полезно те же самые овощи употреблять на мой взгляд опять же не только в сыром но и больше в таком подогретом разогретом может каким-то образом приготовленном виде сейчас на всем очень будет полезна теплая еда для того чтобы поддерживать наш кишечник для того чтобы поддерживать наши почки в этот период желательно не использовать какие-то прохладные слизевидные продукты в том числе молоко и сломолочные продукты в этот период желательно сократить до минимума использовать там какой-то минимум для того чтобы поддерживать запас бактерий в нашем кишечнике вот ну и что желаю всем добра обнимаю здоровья успеха всего доброго до новых встреч благодарю тебя за содержательный эфир за хорошие пожелания заключение хочу сказать вот что после каждого эфира когда появляются видео ну и просто приходит на почту какие-то сообщения или комментарии где-то там всплывают приходится слышать или читать совершенно противоположные мнения и высказывания по передаче и частности по моему видению к примеру вот когда у нас была передача про красоту женскую там значит появились такие высказанные что я оказывается там очень желчно себя вел я наезжал на людей говоря про питание вот как там с ехидством какие-то там еще слова умные говорились и так далее ну причем не было написано конкретно в какое время эфира я что-то говорил и про кого конкретно пытался несколько раз уточнить дать и ответ про что я там сказал такое неприятное чтобы мне как-то поправиться сделать работу надо ошибка но во первых я прошу прощения если кого-то обидел это первое во вторых там в эфире в том я говорил и не то чтобы там кого-то унизить как-то просто говорил свои рассуждения о том что если вы живете в какой-либо полосе земли то в этом случае климатической полосе это в этом случае вам необходимо подстроиться под условия проживания вот такая была мысль и ни в коей мере я не хотел обидеть сыроедов мясоедов вегетарианцев вот и если там что-то с точки зрения шутки высказывалось то принимать как шутку это не было кем-то наездом потому что но как можно обижать какого-то человека не в моих правилах шутка и шутка дальше что касаемо климатических условий я уточнял тот раз и сейчас уточню да и буду еще уточнять если вы живете на крайнем севере то в этом случае невозможно на мой взгляд там питаться постоянно только вегетарианской пищей вот свежем виде да можно сделать запасы но эти запасы будут не свежего вида вот не с грядки ну понимаете полгода там снег лежит да может даже больше полгода там ночь стоит ну как можно питаться свежей продукции скажешь теплицу какую-то сделайте себе но не всех же они есть поэтому применялись различные способы засолки сушки о чем я и говорил вот но это уже вряд ли будет полноценной сыроедческой едой это будет уже все-таки полуфабрикаты какие-то измененные виды вот если же вы питаетесь только мясом и в этом случае там на кого-то наезжайте что вот он там травоед то в этом случае опять же это говорилось в эфирах неоднократно в этом случае вы делаете серьезную ошибку потому что ну вы же не только мясо едите вот обратите внимание вы какой-то гарнир используете вы значит уже не стопроцентный мясоед и травоед получается тоже и частично вы тычете сами в себя называя себя же травоедом как то вот так получается то есть это не совсем правильно и отчасти даже может где-то глуповато выглядит вот о чем я говорил в прошлом эфире и о чем повторять буду постоянно перестаньте разъединяться перестаньте делиться на хороших и плохих на правильных неправильных сыроедов мясоедов трупоедов травоедов там как угодно себя там не разделяйте это не то ради чего необходимо ломать копья наоборот пришло время ответить нашим недругам которые постоянно на раз нас разъединяли тем чтобы объединиться то есть перестать действовать по их научению начать объединяться в этом наша сила в этом наше спасение вот о чем каждом эфире я так или иначе говорю если вы не объединитесь если мы не объединились то в этом случае нам долго не протянуть если же мы все вместе объединились понимая что ближний брат твой ну понятно что есть какие-то исключения не будем еще заострять внимание то в этом случае тогда возможно будет построение державности и никакие враги нам будут не страшны ну а для того чтобы противостоять каким-то недругам снаружи необходимо научиться быть здоровым вот этому и была посвящена наша сегодняшняя программа осенние болезни не для нас напоминаю автор сведущий захар бединский рерат низкий поклон ему за столь обстоятельное разъяснение этой темы низкий поклон всем нашим участникам чата благодаря вашей вашей активности вашим вопросам вашей переписки в общем то и получаются такие интересные и познавательные эфиры мы отвечаем на то что интересует вас а вы как проявление всего нашего общества даете нам правильный курс и так 1 ноября на дворе 2016 года по одному из современных календарей вторник по одному из старинных первый день месяца нового даров 7525 лета осьмица осенние болезни как не для нас такова тема эфира я с вами прощаюсь желаю вам всего самого-самого доброго быть добру народное славянское радио все нужно все важно